Итак, вы пишете, вы молодцы. Как говорят некоторые исследователи этого вопроса, говорят, что на самом деле на Земле идет война, одна большая и не прекращающаяся всегда между двумя полами, между мужчиной и женщиной. Длится она уже давно, и, естественно, мы должны как-то с этим делом покончить, то есть хотя бы стремиться к этому. Поэтому сегодня темой это будет достаточно очень интересно. Тот, кто хочет, конечно, развиваться в этом направлении, вот сегодня будет хорошая площадка, хороший фундамент, заложенный в этом направлении. Чтобы наладить, наконец, прекратить такую вечную войну между мужчинами и наладить какое-то интересное новое состояние души. Вот я бы даже так сказала. Итак, Аллочка, которая не письменная у нас, пишет, любовь – это гармоничность двух душ, уважаемый и понимание друг друга с полуслова. Вот соглашусь с Аллой, очень хорошая, это действительно любовь такая на уровне духовности, когда действительно не надо объяснять, а с полуслова понимаешь, и главное, вот, отдаешь человеку то, что ему нужно. Аллочка письменная пишет. Любовь – это отношение все со взаимоуважением, взаимоподдержкой и прочее. Любовь – это когда можно быть честной с человеком и не просить прощения постоянно за то, что есть такая, какая есть. Любовь – это когда двое смотрят не друг на друга, ага, в одном, ага, не на друга, а на друга, а в одном направлении. Чудно, чудно, Алл, абсолютно соглашусь, абсолютно действительно так оно и есть, потому что это вот как две лошадки, хорошие лошадки идут в одном направлении. У них одна цель, да, и они действительно любуются не друг другом или там один собой окажется, что другим. Ну, это, может быть, у всех запутано, а действительно это идет работа, идет работа даже где-то тяжелая, каждодневная, да, работа над собой, работа над отношениями в одну сторону. Абсолютно согласна, здорово, спасибо, девчонки, вы молодцы, вам прям респект. О любви много песен у нас сложено, посвящаются романы ей, да, стихи, художественные полотна, философы много пишут об этом, да, и мы вот сейчас как бы, ну, раскрыли какое-то вот такое действительно гармоничное понятие, что такое любовь. Для кого-то это, кстати, и страсть, для кого-то это и где-то горе какое-то, для кого-то это какие-то прочие, я не знаю, эмоции, да, кто-то вкладывает, у кого что-то заикарилось при этом состоянии. Ну, это сейчас мы не об этом, это уже индивидуально, а как бы к чему стремиться, да, вот, вот вы написали, это вот прям, ну, хорошее определение, к чему нужно идти. Итак, что такое этология? Спрашивать не буду, уже здесь у меня написано, поэтому как бы перейду сразу к этой науке. Кстати, слышали вообще об этологии, что это такое? Угу. Угу. Вот, щелочка написала, любовь, понимание, сути партнера, умение слушать и слышать. Да, конечно, абсолютно верно, это одно из важных направлений. Угу. Алла, первый раз слышу об этологии, вот, это вот, кстати, многие люди даже знать не знают, что это такое, а вещь достаточно нужная, это фундамент психологии, все знают, что такое психология, это наука о поведении, а вот этология, мало вообще слышали, что это такое. А это буквально без нее никак психология. Кто знает этологию, то, в принципе, психологии гораздо легче, потому что, если бы так сравнить вот две эти науки, это одна без одной, ну, вот, бесполезное явление. Ну, не совсем неправильно я говорю, не бесполезное явление, но, зная, соединяя этологию, знание этологии и психологии, то есть, когда этология является фундаментом, то психология уже, вы знаете, вот, с ней надо, с психологой меньше работать, потому что, зная вот эти фундаментальные вещи, психология ложится, знаете, как по маслу. То есть, вот, вот все-таки фундамент этологический дает потрясающий инсайт и озарение, понимание человека, понимание своей половинки, ты относишься к ним уже не так, с претензиями, то есть все остальные какие-то эмоции, с которыми человек справиться не может, обида, претензии, чувство несправедливости, чувство вины и так далее, оно как-то само по себе уходит, потому что происходит инсайд и озарение по поводу того, ой боже, а как же мы сложены-то оказывается природой, и многое от нас действительно вложено так природой, что вот и обижаться на это не надо, потому что это зачем-то нужно, природа зачем-то это сделала. Итак, друзья мои, немножко маленькую цитату вам прочитаем, однажды известный астроном Артур Эдингтон заметил, изучая внутреннее строение звезд, он обнаружил тем самым, что изучает внутреннее строение атомного ядра, именно вот эта хорошая фраза говорит о том, что без знания устройства атомного ядра внутреннее строение звезд не понять, И вот в изучении любви ситуация точно вот однологичная, не заглянув в клеточное ядро, мы вряд ли сможем понять сущность этого загадочного чувства, поэтому будем изучать любовь с позиции инстинктов. Этология это наука об инстинктах всех живых существ, потому что человек это тоже животное, биологическая машина, ну можно сказать с добавлением таким хорошим, как сознание, разум, логика. Но мы много сегодня об этом будем говорить, что вот эта часть бессознательная, инстинкты, они заложены в нас настолько сильно, настолько мощно, что действуют приблизительно где-то процентов, в самом лучшем случае 80-90, а вот сознание наше совсем-совсем много занимает вот это процентное соотношение. Итак, мы идем дальше, первый, конечно, сейчас расскажу прям о том, кто эту науку открыл, это в начало 20-х годов 19 века, ой, 20 века, прошу прощения, Конрад Лоренц, он, кстати, тогда вызвал в научном мире маленькую бурю, он первый очень убедительно показал на примере животных, что высокая сложность поведения, наличие проблесков абстрактного мышления, хорошие способности к обучению, то есть интеллект не заменяет инстинктивных поведенческих мотиваций, то есть разум и инстинкты действуют всегда вместе, иногда противоречия друг другу, иногда дополняя и модифицируя их, и вот сегодня мы как раз об этом будем говорить. А сейчас мне очень интересно услышать ваше мнение, каковы биологические роли мужчины и женщины, что вы вкладываете в эти понятия, именно биологические, мы сейчас не говорим о каких-то духовных вещах и так далее, а что в вашем, ага, вот Аллочка пишет письменная, продление рода, да, это обоих, а если отдельно взять мужчину, отдельно взять женщину, да, биологические роли мужчины и женщины. Так, что, за что отвечает женщина, за что отвечает мужчина. Так, а вы пишете, я тут посмотрю, что мне тут пишут. Ага, Аллочка первая написала, здорово, вообще молодец. Женщина родить ребенка, мужчина обеспечить пропитанием всех, очень хорошо, замечательно. Другая у нас, Аллочка, уважение, понимание, взаимная помощь, это тоже, но это ближе, наверное, уже к таким психологическим ролям. Ага, тоже хороший ответ, в принципе, Аллочка, спасибо тебе большое. Так, спасибо, девчонки, за ответы. И я сейчас перелесну слайдик, и мы сейчас точно узнаем биологические роли. Ага, биологические роли в семье. Когда мужчина выполняет внешние функции добытчика и защитника, то есть он должен и что-то добыть, пропитать, то есть на пропитание, и, естественно, защитить от хищников, да, или от внешней среды, что-то такое там не очень хорошее. Его цель – воздействие с внешней средой. А женщины отвечают за внутренний социальный круг. Ага, ошибку сделала, социальный, надо записать. Так, за социальный круг. Быть, комфорт, воспитание детей, отношения в социальных группах. Именно вот как раз вот такое разделение, да, вот Аллочка нам добавляет, да, женщина, дом, уют, мужчина, работа, финансы, абсолютно верно. То есть у каждого пола есть своя зона ответственности. Мужчина должен выполнять внешние функции добытчика и защитника, женщина – внутренние функции репродукции и толового обеспечения семьи. Это просто отработанная тысячелетиями технология нормального существования общества и существования человеческой пары. Мужчина сосредоточен на главном, а женщина – на мелочах. Ну, это сейчас говорим опять же о биологических нормах. Обеспечивает бесперебойное функционирование всего остального – это женщины. Разумеется, кстати, сейчас многие женщины могут возразить, кто слушает, что вот я и это делаю, и деньги зарабатываю, и все остальное. То есть все уложится на женщин, да, действительно в нашей жизни все перемешалось. И женщины сами, кстати, сначала с одной стороны хотят очень быть самостоятельными, им не нравится, когда мужчины их ограничивают, сидите дома, только с детьми, борщ варим, им это не нравится. Они берут на себя функции уже мужчины, но потом, когда они взваливают и так, и так, потом начинаются упреки в сторону мужчин, что мне тяжело и так далее, и так далее. Не хватает опять каких-то закрытых потребностей. Ну, мы будем двигаться потихоньку. Ну, сам смысл сейчас расскажу, то есть добавлю одну важную вещь. То есть, в принципе, вот эти фундаментальные природные инстинкты, которые заложены у нас в древности, они остаются неизменными. То есть не важно уже какие функции выполняет мужчина, женщина, но они остаются и работают. И нужно их обязательно учитывать в сегодняшнем дне. Почему именно мужчина требует? Да потому что это вот в природе, ему это близко и так далее. Но мы будем сейчас двигаться потихонечку, постепенно к интересным ответам на важные вопросы. И сейчас я перелистну слайдик и хочу задать вам следующий вопрос. Как вы считаете, в обществе существует такое мнение? Мужчин не хватает, а женщин с избытком. Вот как с вашей точки зрения? Как вы считаете, кого не хватает в обществе? Ну, то есть, когда свободные мужчины и женщины, они ищут друг друга. И кого же в обществе не хватает с вашей точки зрения? Мужчин не хватает или женщин не хватает? Так, Аллочка, всех поровну. Ну, если статистически, то да, практически, да. А если вот кто ищет? Если, кстати, вот статистика доказана, что рождается всегда мужчин больше. Потом, значит, к концу жизни, естественно, женщин становится больше, мужчин меньше. Вот так интересно. То есть это уже на протяжении сотен лет статистика ведется и приблизительно одно и то же. Вот, Алла, молодец. Мозгов не хватает у обеих. Абсолютно. Здесь я бы так сказала, Алла. Они не включаются. Мозги-то есть. А как раз вот инстинкты загружают часть, где находятся те мозги, которые отвечают у нас за разум. Да, да, да. Вот, Тина к нам присоединилась. Спасибо, Тиночка, что вы написали. Здорово. Когда ищем, смотрим не на всех. Вот, да, да. Почему-то какие-то критерии особенные у кого-то, да. Но вот интересно, сейчас мы с этим немножко как раз и разберемся. Хорошо, что Тина нам вот такое дополнение дала. Итак. Ага, добрый вечер, Тиночка. Ага, нормально все. Никогда не поздно. Нам всегда приятно, когда с нами поздороваются. И даже в конце вебинара. Поэтому спасибо, что поздоровались и вообще то, что пришли и присоединились к нам в чат. Здорово. Спасибо огромное. Итак, друзья мои. Этолог Протопопов. На его материалах основан мой вебинар. Ага. И тренинг, и книгу я написала по этому поводу. Я как бы сжала его материал для более таких ленивых людей, кто не любит читать, научные какие-то трактаты. У него тоже называется эта книга «Трактат о любви». Потрясающая книга. Я ее немножко по-другому написала. Вот. И этолог Протопопов Анатолий Ильич Протопопов утверждает, «Для ускорения отбора и придати ему качественной целенаправленности нужен, ну естественно, целенаправленности вида человека, нужен дефицит самок». Ну, кстати, вообще здесь, наверное, даже не человек, а вообще популяции какой-то. Нужен дефицит самок. Поскольку самки представляют гораздо большую ценность для популяции, потому что она отвечает за качество вида, то они гораздо ценней. То есть вообще для природы они очень ценны. Важно запомнить, что на мужчинах эволюция, экспериментируют, эволюция, природа, бог, как хотите это называется. А вот все проверенное, надежное, да, вкладывает в женщин. И причем, что значит надежное вкладывает женщин, а вот такой вот на мужчинах экспериментируют, чтобы вам было понятно. Допустим, среди мужчин есть крайности. Есть очень высокие мужчины и есть очень низкие. Женщин так не бывает. Есть самые тупые мужчины и самые умные мужчины. Гении, в основном все мужчины, женщины это талантливые, но это усредненные. И так далее. Крайности там во всем. То есть и во внешности, и в интеллектуальных способностях. То есть природа каждый раз делает интересную какую-то особенную, то есть делает какой-то особенный вид для того, чтобы на всякий случай, вдруг если эволюция повернется резко, изменится какая-то внешняя обстановка, среда, ледниковый период, и на этот вот период, чтобы был какой-то вид нестандартный, который не подходит под эту среду, но подойдет под ту. И на всякий случай, чтобы вот природа, то есть не все умерли, а кто-то выжил и продолжил род. Поэтому для этого мужчины нужны разные. Они на всякий случай, то есть их сделали такими какими-то нестандартными, необычными, да, с такими крайностями, для того, чтобы природа могла в свое время, ну, как бы вытянуть весь этот род. Вот как бы для чего это надо. А женщина очень важна. Она хранительница не только очага, но и качественных генов. Женщина отбирает из большого количества мужской популяции кого, как, ну-ка давайте продолжите мы фразу, кого она выбирает, ага, так как она отвечает за качество. Ага, те, мужчины, если они здесь, могут обидеться на ваши слова, политики? Могут, но это их проблемы. Я отвечаю за природу, как оно есть. Это природа, с этим ничего не сделаешь. Ну, если они хотят обидеться на природу, так как она их создала, ну, что я могу поделать? Это их, можно сказать, уже творческие задачки. Вот, ага, я же не могу утаить то, что действительно есть. Это научные данные. Так, Аллочка пишет, генетический материал, да, абсолютно верно. Вот, Мария, Машенька к нам присоединилась, здорово. Ага, лучших, правильно, Маш. И вот Тиночка говорит, да что с природой возьмешь? Вот, так вот, девчонки. И в конце вебинара вы действительно все вот с таким вопросом, даже не с вопросом, утверждением будете, даже это вам будет помогать. Действительно, что с природой возьмешь? Природа закладывает нужные инстинкты для того, чтобы продолжался род. Это главная задача. Мы об этом много будем сегодня говорить. Вот, и так далее, и так далее. То есть, есть основные базовые вещи, которые, чтобы не случилось, вид должен продолжаться. Да, и поэтому вот это вот для нее самая важная задача, для природы. Ну, а эволюция, то есть, чтобы вид продолжался. Вот, и вот Маша правильно сказала, выбирает женщину лучших. Только, естественно, конечно, критерии бывают разные у женщин, да, У женщин, да, ну, поскольку ей природой просто само внутри, в самую суть, куда-то очень глубоко в лимбическую и рептильную часть мозга заложили вот эту потребность выбирать из того, что есть рядом на орбите ее, да, лучше ей природа претит выбирать плохое. Просто она не имеет права для того, чтобы она выбрала некачественный генетический материал, и чтобы она не произвела потомство неправильное. И поэтому ее задача, то есть, если мужчины... Мария, добрый вечер, добрый вечер. Ага, спасибо, спасибо, Машечка, как хорошо, что вы с нами, как хорошо. Я прям очень рада, и тем более, когда нравится. Это замечательно. Вот, и женщина таким образом... Да, выбирает лучшего по одному критерию, интересно, в этологии так называется. Она выбирает мужчин... То есть, сейчас вернусь чуть-чуть назад. То есть, в природе нужен дефицит самок. Для того, чтобы создать некий дефицит, нужно что-то в природе как-то постараться для того, чтобы не хватало самок. А, так вот, не хватает-то кого? Женщин не хватает. То есть, если в каталоге вернуться, то самок не хватает в природе всегда. Для того, чтобы... Как вы думаете, для чего? Да? У кого есть такие предположения? То есть, для того, чтобы она... Для конкуренции, конечно, да, абсолютно. Да, да, конкуренция, конечно, конечно, чтобы за нее бились. А она выбирала из большого количества самцов. В кавычках никто не обижаемся. Мы про природу. Это даже вот если на уровне животных. То есть, она должна выбрать. Вот, да, смотрим природу. Несколько самцов вокруг поют и танцуют птички, да. Добиваются олени, начинают сражаться. С кем идет самка, друзья мои? С победителем, да. Да, поэтому мужские особи всегда яркие. А самочки серенькие, конечно. Они должны привлечь, да. Они должны завоевать и так далее, и так далее. Они должны себя проявить. Они такие активные. Простите, какой вопрос, ага, отлучалась, пропустила. А, да, мы уж тоже пропустили нормальным. Следующий, жди. Ага, Аллочка другая, письменная. Честно, выбрала его по матери. Женщина здоровая, умная. Играла роль, что он не пил, не курил, физически не был здоров. Физически был здоров. Вот, а смотри, критерий-то какой интересный. Критерий то, что он здоров, не пил, не курил. То есть, генетически перспективный будет здоровое потомство, да. Тоже, но будем говорить так, что критерии у женщины отличаются. Это, конечно, обширная тема даже ни одного вебинара. Как женщины выбирают. У них критерий, вот чуть-чуть мы этого коснемся сегодня. Но основная масса, ага, основная масса, основная масса, получается так, что выбирает немножко другой. То есть, женщина по своей природе, все женщины хотят высокорангового. А вот что они вкладывают в высокоранговое, это немножко другое. А высокоранговых самцов всего лишь приблизительно 10% от всего населения мужчин. Если, кстати, распределить всех мужчин и женщин по ровну, то всем все хватит. Люди, кстати, не желают так почему-то распределяться. И у высокоранговых мужчин и женщин много. То есть, высокоранговые это какие у нас, да. Это в основном богатые, кто на вершине социальной лестницы. Не важно, разная. То есть, лестница, она большая, на разных уровнях. Кто вот где-то лидер. И женщины в основном, естественно, выбирают таких преуспевающих. Те, которые умеют, у которых даже не то, что деньги есть, а у которых есть вот это качество, умение выжить, умение вертеться, умение заработать, умение вот такое, знаете, вот прям вот он все может, да. И так далее, и так далее. Поэтому женщинам всем, да, им хочется, им вот природа заложена так, чтобы выбирать вот все-таки самого лучшего из того, что у нее есть. Как я говорила, критерии бывают у женщин разные. А вот женщины, кстати, некоторые считают, то есть, по сути, своей женщин не хватает в обществе. Именно женщин не хватает, потому что все женщины хотят одно и то же. Все хотят самое-самое-самое лучшее. А вот самое лучшее, это уже у всех по-разному отличается. Естественно, для того, чтобы все женщины в основном для легких отношений, редко когда ищут, да. В основном ищут для серьезных отношений, для женщины это свойственно. Она хочет сразу видеть гнездо, чтобы у нее все хорошо было. А вот зачем, это мы как раз чуть-чуть дальше сейчас рассмотрим. Почему именно так? Так, идеального мы не будем, Алла, точно, потому что это не тот вебинар. Идеальных у нас не бывает. Обычно, когда ищут идеального, никогда его не находят. Это у меня точно не про это тренинг. Итак, друзья мои, первый инстинкт женщины, который, вообще трудно их расставить, первый, второй, третий, но в моем тренинге первые три, и вот среди них трех, это первый. Вот скажу так, чтобы потом они говорили, что это самый первый. Их много, базовых, очень много, но основные те, которые, можно сказать, вредят отношениям, это вот один из них. И вы сейчас просто на себе прочувствуете, действительно, насколько это правда. Итак, первый инстинкт женщины, который может убить отношения, как вот, да, тему я, тему я как раз написала, три инстинкта убивающих отношений. Если женщина живет по инстинктам, высокопримативно, есть такое в этологии слово, это живет по инстинктам, мало включает разум, больше вот как раз по этим древним структурам, программам, то, соответственно, и вот этот инстинкт будет мешать очень здорово. Сейчас мы немножко его разберем, потом расскажу я вам, как он может мешать, и вы мне подскажете в этом. Итак, и, кстати, записывайте, записывайте в тетрадочку, это очень важно, это очень интересно. Итак, начнем. Рациональная ценность самки закреплена природой, то есть она очень ценна для природы, потому что самка является таким отборным инструментом, она отбирает лучшее и закрепляет это в генах, естественно, через потомство. И от самки требуется природой проявлять осторожность, избегать риска, заботиться о себе, о своем потомстве и требовать заботы о себе от окружающих. В период вынашивания, выращивания потомства самка достаточно долго остается неспособной на самостоятельное существование. Друзья мои, надеюсь, что вы самку понимаете в этологическом понимании, потому что здесь имеется в виду и животные, здесь и люди, любой биологический вид. То есть это не в оскорбительном, а это в том плане, что мы работаем с этологией, и тут всегда так описывается. А я как бы основываюсь на этот материал, всем и с пониманием. Итак, ее главная задача – выращивание потомства. Она, задача эта очень сложная. Девочки знают, кто сейчас растет детей маленьких, да. Ей одной в этом очень сложно справиться. Можно, но очень сложно. Поэтому ей нужно привлечь к этой проблеме другую сильную особь. Ну, кого она обычно привлекает? Которая отвечает за взаимодействие с окружающей средой. В основном это, конечно, которая добывает, кстати, ресурсы с внешней среды, которая может защитить и так далее, и так далее. Естественно, такая особь является это мужчиной. А если, конечно, мужчины нету, то она тогда просто-напросто находит другие источники, которые ей помогают. Ну, это, естественно, родители, бабушки, дедушки и так далее, и так далее. Поэтому подсознательно, неосознанно, подсознательно, бывает и сознательно. Женщина, прежде чем забеременеть, да, но бывает мы все так, и беременеем не понимаем, но она обязательно должна убедиться, что данный самец не только жизнеспособен, у него есть хорошие гены. То есть все равно женщина всегда присматривается, вот как бы все равно она сразу не отдалась и как бы случайно не забеременела, я имею в виду, не имею в виду случаи изнасилования, она все равно присматривается к окружению, да, к мужчинам, которые ее окружают. Она хочет, чтобы у этого мужчины были хорошие гены, он был расположен к ее обеспечению, да, а как правило обеспечение может дать высокий ранг самца, и таким образом она выбирает с четким расчетом. Для нее материальное очень важно, и это на первом месте, вот здесь. То есть когда еще только, она еще когда не сошлась каким-то, да, мужчиной, она все равно примеряет, так, деньги есть, ага, обеспечение есть, и так далее, и так далее. Только она где-то иногда, очень часто, особенно молодые, они, женщины не понимают, что именно вот этот главный инстинкт, он работает для того, чтобы потом обеспечить свое потомство, то есть материально ей важно для того, чтобы она обеспечила потомство. Это работает все подсознательно, то есть она хочет благ, там, деньги, и то-то-то-то-то-то, много-много чего материального для того, чтобы потом гнездышко есть, видите, чтобы все было там хорошо. Ну, как я говорю, инстинкты работают подсознательно, и многими вообще не видно, не осознаются, и так далее, и так далее, и так далее. Итак, как же можно привязать самца надежно и надолго, потому что надо женщине вскапливать потомство, заниматься вот этими делами и так далее, и так далее. Чем она привлекает? Вот иногда этот вопрос некоторых в тупик приводит. Как вы думаете? Да, Тина говорит, а мужчины говорят, ей только нужны деньги. Не просто так, девочки, это... А что говорят женщины про мужчин? Ну-ка, стандартную фразу. Вот прям классно Тину добавила. Что же говорят женщины про мужчин? Что же им только нужно? Конечно, конечно, Маша, секс. Вот она, две фразы, которые построены не на пустом месте. Это правда. Основной инстинкт у мужчины, им нужно распространить как можно шире этот ген. Свой, естественно, как он считает, перспективный, хороший. То есть природа заложена так, чтобы он просто это семя сеял. А зачем? Сейчас объясню так. А, кстати, как вы думаете? Может кто-то знает. Как вы думаете, зачем мужчины так рьяно распространять свое семя вокруг? Ага. Так, Аллочка привлекает энергию. Оплодотворить окружающих. Да, 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 да. А природа, она хитрая. Она не просто так вот эту способность с мужчином-то ее заложила. А мужчины с женщинами мучаются, чтобы его вид не пропадал. Да, абсолютно верно. И потому что каждый вид имеет какую-то особенность. Например, просто чтобы на примере вы поняли. Допустим, предположим, его ген, кот не пропал. Абсолютно, Тиночка, вот добавила. Да, 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 да. Абсолютно верно. То есть для того, чтобы, например, у мужчины появился какой-то ген против какой-то болезни. Ну, допустим, природа там что-то мутировала, что-то сделала. И если этот мужчина верный, будет, допустим, с одной женщиной, ну, сколько он с ней наплодит детей? Ну, одного, два, три, пять, ну, максимум десять. То есть этот ген передастся только десятью человекам. Это максимально, да. А при нашей жизни один, два, три, ну, и обчелся. А если он будет сеять это вот так широко, ну, знаете, когда в гареме и так далее, то это может быть, ну, тысячу он может обслужить, этот ген распространить и так далее, и так далее. Друзья мои, это природа делает такие шуточки с нами. Тина, поэтому иногда мужчины так гуляют, что они всегда полностью уверены, нет ли у него на стороне детей. Абсолютно не уверены, абсолютно, случайно, да. Ага, и Аллочка пишет. Энергетические поля женщины и внешность умения учить и слушать. Здорово, Аллочка, потрясающе. Да, друзья мои, и вот именно поэтому, представляете, природа, что интересного делать? Ее главная задача продолжение качества вида. Причем отвечают это обе стороны. Вот как интересно. Да, да, потом взрослые дети объявляются. Ну, так же интересно тоже, знаете, как, чтобы не скучно нам было. Мы сюда не отдыхать приходим на землю, друзья мои. Мы сюда приходим учиться, становится лучше, это жесткая школа. Земля это не просто так, это одна из сложнейших планет. И все, кто здесь воплощается на данный момент, я вас поздравляю, если вы еще не знаете, я вам сообщаю, вы экстремалы. Так что здесь достаточно очень жесткая школа. Тина, не у всех жен нормальная реакция на такие события? Конечно, конечно. Но, друзья мои, у адекватных жен, у кого вот хочет развиваться, который хочет налаживать отношения, то, в принципе, я бы даже добавила, Тин, то есть не то, что не у всех женщин, а у большинства женщин. Это вот маленькая часть, которая совершенно, вот, может быть, с пониманием относится после знания вот этих, которые получают. То есть они становятся более терпимы к этому. Ну, не к тому, что муж гуляет, но вообще, в общем, то есть у них проходит какой-то вот этот, ну, допустим, чувство несправедливости, что ее так бросили. Я сейчас на примере просто покажу, расскажу, просто были у меня такие консультационные случаи, которые действительно, ну, просто буквально женщины раздували из мухи слона. Так, сейчас Наташа, вот, прочитай, к нам присоединилась, спасибо большое. Наташа пишет нам, сейчас многие говорят о поглупине молодежи и связывают это с сексуальной невоздержанностью. И уже, ага, поговаривают о том, что секс – это не основной инстинкт. Ну, я бы не сказала, что это даже основной инстинкт, это один, это фундаментальный инстинкт, на который наслаивается много других. И все зависит от уровня личности человека. Вот все-таки так. Вы знаете, у нас на Земле здесь вообще такая чехарта творится в плане уровня развития личности. То есть у нас есть молодые души, которые только пришли в это тело, и тело очень сильно влияет на людей. Сейчас происходит такой эволюционный скачок, при котором вообще вот все-все-все влияние на людей очень сильно происходит. Сейчас вообще трудно говорить что-то про наше время, потому что это действительно очень сложный период для всех. Для Земли, для людей, для человечества. Ну, достаточно вот сложный такой вот серьезный период проходим. Поэтому мы как бы вот идем сейчас, мы сейчас про какие-то нравственные вещи не будем. Вот я попрошу вас, ну как это сразу так, знаете, бывает сразу такое осуждение кого-то. Вот, а как же мораль? Это все, вот знаете как, бывают фундаментальные какие-то вещи. Первый слой, второй, третий, как потребности по маслу, да. Еда, секс, воздух там и так далее, и так далее. Вот мы тоже двигаемся по этому направлению. То есть первые все-таки фундаментальные потребности, они, мы сейчас их изучаем. Ага, так, Алла Песнина. Ну, быть мужчиной, быть просто осеменителем, вещи разные. Да, вот я как раз про это и говорил, то, что есть разные уровни личности. Есть где-то и молодые, 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 молодые души, которым вот они только попали в тело, им хорошо вот развлечься. То есть самый низкий, они как бы на таком уровне вибраций, где вот им просто хорошо получать удовольствие от уровня, от первого уровня потребностей. Есть люди, которые уже, может быть, прошли этот период уже, знаете как, а может быть, им вообще изначально это уже было неинтересно, потому что уровень развития души достаточно высокий. Им, допустим, им нравится самореализация, самоуктуализация, да, и так далее, и так далее. А вот Тин говорит, интересно, а что основное тогда? А, Тин и к Наталье, да кто узнает, что основное? Наталья может нам и поделиться, да, но, как я говорила, мы идем постепенно. Так, вот Аллочка пишет, скорее всего, самовнушение, непонимание мужчин, неумение выслушать. Это тоже так, это тоже так. Итак, друзья мои, идем мы немножко дальше, а то мы так интересно, вот прям отвлеклись, но это очень важно. Итак, друзья мои, как же этот инстинкт мешает женщинам? То есть, один из важнейших инстинктов, как я уже сказала, для женщины, это материальные блага. То есть, она должна быть уверена, что ее семья, то есть, ее детки потом будут накормлены, у них хватит денег там до следующей зарплаты, да, вы знаете все эти потребности, как женщина, да, чтобы все счета были закрыты и оплачены вовремя, чтобы на детский садик хватило, чтобы вот это вот все у нее и на эту еду, и на эту одежечку, и на ботиночки какие-то хватило, и так далее, и так далее. Женщина занята этим, кроме, допустим, как она еще работает, ее вся голова занята вот такими интересными вещами, чтобы всего хватило. То есть, это в будущем, это как бы вот когда женщина уже замужем, и она думает о таких интересных вещах. И в рамках этого инстинкта женщины более эгоцентричны, более эгоцентричны, требуют заботы о себе, о своем потомстве, от всех окружающих причем, да, если вот она находится, естественно, в таком состоянии, когда она или уже родила, или только перед этим, или после, как родила, да, через какой-то промежуток времени, и так далее, и так далее. Так вот, друзья мои, вопрос, как этот инстинкт может вредить, то есть, инстинкт о том, что женщине важна очень материальная, материальная составляющая, то есть, он как бы сидит в основе первых, это очень фундаментальный, сильный инстинкт у женщины, как же он может повредить в отношениях, вот ваши предположения. Аллочка, все в дом, все в семью, да, 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 ее главная задача, чтобы все в доме было, вот, все накормленные, да, все вылеченные, все в тепле, все, и вот, как бы, первый фундаментальный такой инстинкт, который все-все должно, вот, там быть, все, вот, в порядке, в первую очередь, там, да, вот, такие вот, такие заботы, потребности должны быть закрыты. Кто замужем, у кого детки есть, те понимают, насколько это важно. Так, Аллочка, конфликтология, негативное мышление, есть такое, ну, здесь, наверное, здесь даже еще вот конкретнее, более конкретнее, что? Маша, становится недостаточно самостоятельной и требовательной, вот, ближе, Маша очень хорошо сейчас сказала, но я бы еще вот это раскрыла даже поглубже, требовательной, вот это вообще прямо очень близко, практически девяточка. Алла, начинает обеспечивать семью самостоятельно, не дожидаясь морепогоды, а муж вместо того, чтобы брать с нее пример, садится на ее шею и подтягивает пиво. Так, очень хорошо. Аллочка, тоже здорово, но это с одной стороны, да, 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 это даже, знаешь как, это вот следующий виток, это вот даже следующий виток, да, ага, да, 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 а потому что женщины, да, уже ждать неоткуда, вот, абсолютно правильно. Да, берет на себя ответственность, а еще бы что-то я добавила такого важного, ну, я, может быть, сейчас вы добавите, вот, молодцы, вот, кстати, даже такие вещи говорить, которые я бы, например, не озвучила, если бы вы их не сказали. Так, еще у нас кто-то пишет, давайте, пишите. Сколько добра не делаешь, она в голову, а она в голову лечит и, так, лилит и скачет. Аллу, точнее, лилит лечит и скачет. Очень близко тоже, ну, давайте я сейчас так, наверное, все-таки сама озвучу. Ага, да, да, Машенька, супер, вот, прям, вот, она очень эгоистичной становится, конечно. Это, знаете, сказка о рыбаке и рыбке, вот, надо мне сюда слайд потом вот следующий вставить. Это в буквальном смысле про это. То есть, что не принесет там бедный рыбак, она его все время пинает. А вот у Аллы я сама, это, наверное, это больше по себе, да, это про меня родную, да. А если, и в основном, я про всех остальных женщин, да, 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 я-то тебя знаю, поэтому я немножко так вот и говорю, да. У тебя, ну, это тоже хорошо, это свои инсайты, кстати. А вот остальные женщины начинают пинать, пинать своих дорогих мужей к высокоранговости, толкают их вперед или требуют, даже если они встречаются просто так, больше благ. И сколько он ей не делает, женщине не выключается этот инстинкт. А она требует все больше. Причем она, может быть, уже родила, и ей не нужно для потомства денег больше и так далее. То есть, вот все обеспечено, вот, как сказать, первые, вторые потребности, там, может быть, третьего. Да, 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 и пилит, и пилит, и пилит, иди. Сказка о рыбаке и рыбке. Надо точно слайд сюда вставить следующий. Это очень характеризует женщину, да. Она буквально может остаться из-за этого у разбитого коры. То есть, она постоянно требует материального. Вот, знаете, далеко ходить не надо. Вспомним всех женщин, которые уже в таком возрасте, ну, когда уже родили, уже становятся ближе к бабушками, тещами, свекровями и так далее. Что им главное? О любви или о чем? Да им лишь бы, чтобы зарабатывал, там, этот, да, чтобы побольше, да, чтобы у него статус был покруче. Как выбирают родители? По статусу и по деньгам. То есть, никаком творческом, там, порыве любви может быть не быть. Раньше вообще, как сводили, да, только по статусу, а один к другому подходит, так, прекрасная пара. О чем даже вообще? То есть, был генетический такой целенаправленный отбор. Это же требование вымогательства, абсолютно верно. Абсолютно верно. Это, естественно, вымогательство. И вот этот инстинкт, как раз заботы о ней, о ее потомстве, он выходит за все рамки. Потомство уже не нуждается. Бывает и часто до того, как замуж выходит, тоже не нуждается. Особенно молодые женщины. У них этот инстинкт, вот девушки, ну, очень явно у многих проявлен. Они просто требуют, они еще ничего там, знаете, как, да, ты мне должен там машину купить, ты должен мне это, ты мне должен это, ты мне должен. Вот это должен у женщины заложено. В крови настолько сильно сидит генетический из древних инстинктов. Вот это должен, да, что мужчина должен. Вот сейчас вот, да, кто со мной поспорит, что сейчас вот женщины не требуют от мужчины, что он должен. Всегда, вот были бы сейчас мужчины, мне бы, вот, может быть, подтвердили. Ну, может, вы, девчонки, вы все продвинутые, вы уже на других уровнях вибраций, да, мы требуем. Мужчина, он должен уходит, оставь квартиру, там, обеспечить детей, обеспечить там чего-то, я не знаю, там, сделай вот то-то. Должен, 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 должен. Инстинкт деградировал. Вот, да, наверное, даже, знаешь, как добавлю, не то, что он деградировал, он просто гипертрофирован, да, он слишком, то есть, когда, это, это все зависит, опять же, от уровня развития личности. Чем меньше развита личность, все зависит, как я говорю, здесь, у нас на земле, есть такое представление, сейчас я вкратце вам расскажу, как уже парапсихолог, что, представьте себе такую лестницу, детский сад, начальная школа, средняя, институт, университет, там, деканат, доценты, профессора и так далее, так далее, да. У нас оно есть в обществе, но оно на уровне, вот, да, интеллекта, учебы, как растут люди. Так вот, то же самое происходит на уровне душ. Душ, то есть, у нас есть уровни душ, совсем молодого уровня, это совсем молодые души, которые, может быть, первые шаги делают у нас на земле, там, первый раз пришли воплощаться в нашей планете, может быть, они на других были и так далее, и так далее. А есть уже такие души, то есть, это первый уровень, второй, вот, они совсем такие безбашенные, на инстинктах, и, в основном, как раз, на них влияет, вот, это очень здорово. Инстинкты очень сильно влияют. У них еще нет вот этих внутренних качеств, которые они отработали, которые закрепились в прошлых жизнях, в которых у них просто проявился иммунитет ко всем вот этим инстинктивным штучкам. Поэтому, когда мы знаем вот эти вот такие фундаментальные и этологические знания, и даже парапсихологические знания, то относиться к таким людям очень легко. Каждый проходит свой урок, да пусть проходит, ну, как говорится, да, не обижаемся ни на что, но, правда, конечно, делаем выводы. Так, Аллочка, не должен, но сколь назвался груздем, полезай в кузовок. Абсолютно верно, согласна, да, действительно, нормальный мужчина, у него, кстати, есть, что самое интересное, я вам хорошую вещь расскажу. Инстинкт – это вещь полезная. Некоторые думают, вот, вы рассказываете об инстинктах, когда эта молодежь узнает. У меня даже одна вот написала женщина, говорит, это, говорит, он, вот я не хотела бы, ну, видно, женщина с таком надрывом мне написала о том, что вот видно ее, ну, сразу видно о больном, о своем, да. Ей очень неприятно было о том, что вот я рассказываю об инстинктах и так далее, и так далее, и что вот молодежь узнает и пойдет, типа, это природа и что такого, да. Ну, причем человек, ну, подкованный в парапсихологии, в эзотерике, то есть он знает о реинкарнации, о карме, о вот всех вот этих прочих вещах, да. Ну, я понимаю, что у человека что-то наболело и что-то здорово ему там заякорилось по отношениям. Вот, но с другой стороны, друзья мои, когда, например, мудрые, вот знаете, как вот молодежь, которая молодая, пришла сюда, да, с низким уровнем, то есть не с низким уровнем, а с малым опытом развития, вот вы знаете, любая мелочь станет поводом для того, чтобы это сделать. Им мелочи не будет, но он себе найдет этот повод, чтобы развлечься и так далее. Для мудрых людей вот эта информация является, ну, как бы фундаментальной, очень знаковой. Она просто-напросто открывает им какие-то глаза на эти вещи, они по-другому смотрят на женщин, на мужчин. Например, у меня мужчины, когда читают мою книгу, они говорят, боже мой, говорит, я теперь по-другому стала относиться к женщинам. Я понимаю, зачем вот ей материальное. Женщины, когда узнают, ой, ну я теперь не так отношусь к мужчинам, когда они хотят, когда они полигамны хотя бы во взгляде. Просто у меня было такое, вот сейчас вот как раз хотела рассказать, и сейчас я как раз расскажу. Одна мне девочка такая молоденькая, замужем, недавно пишет и говорит, с ума схожу, муж совершенно отвязался от рук. Он, значит, постоянно у него во всех телефонах картинки голых женщин, красивых, красивые одежды и так далее. Он их смотрит, у него везде любуются и так далее, и так далее. Вот, и даже он занимается вроде как сексом с ними по картинкам. Я говорю, вы видите, он в реальности изменяет вам или нет? Она, нет, не изменяет. А, и она говорит, что я с ума схожу, и дело в том, что еще она говорит, моя самооценка упала на низ. То есть вообще, вот она совершенно у меня растворилась. Типа я вот вся сейчас с ребенком, я такая вся, естественно, некрасивая, все такое, он выбирает это, и это самооценка. Так самооценка этой вот девочки, она тут ни при чем. Дело-то в том, что, а, так я еще говорю, так мужчину-то, муж-то изменяет? Она говорит, нет, я говорю, только радуйтесь, а при чем здесь тогда вы и это? Надо понимать, что сущность мужчины полигамна. И если он не изменяет, у него хватает своих внутренних сил, инстинктов для того, чтобы этого не делать. То, что он полигамен и смотрит на других женщин, ну, это их природа. То есть они хотя бы вот так, они, да, женщин завоевывают или так далее, и так далее. Я как бы говорю, ну, я по сути своей вообще, ну, например, мы спокойно с мужем там смотрим красивых женщин, обсуждаем какие-то картинки, бывает и кино. Три икса вместе смотрим, и какие-то обсуждения происходят в спокойной обстановке, и наоборот, это укрепляет наши какие-то сексуальные отношения и так далее, и так далее. Вот, то есть по сути своей, ну, вот бывает и вот человек после этого как-то становится спокойнее после этой информации, то есть понимает, что это не имеет отношения, то есть человек связал самооценку свою, да, и то, что человек, ну, как бы идет вот туда, налево или там куда-то смотрит на картинки и так далее. То есть это для мужчины, ни в коем случае, кстати, женщине не надо закрывать глаза, когда там он увидел случайно голый грудь где-то на улице, я не знаю, ну, в смысле, ну, бывает там, знаете, как пляжи нудийские, да, и женщина начинает закрывать себе мужа несмотря, ну, это вот как бы, ну, не совсем правильно. Так, Тиночка пишет, сущности на нем расселились, поэтому такие проблемы, может быть, сущности, да, а это, по сути, я-то их называю инстинктами. Так, совместно смотреть это нормально, а когда он там себе втихаря, это уже как-то напрягает, соглашусь, Тин, соглашусь, но если он убегает и втихаря, значит, что-то было до того, значит, был какой-то запрет, если запрета бы или изначально не было, или как-то вернулись, то есть это было все совместно и было бы замечательно. То есть если реакция такая женщина, мужчина это делает втихаря, значит, у него не закрыты потребности в сексе здесь, и он ее находит вот таким образом. Естественно, женщина, когда с ребенком возится какой-то промежуток времени, она, да, действительно, ей не до секса, ей бы выспаться и так далее, и так далее, но мужчине-то секс одна из важных потребностей, и я сейчас прямо буквально вам скажу в таких двух словах, что нормальная, кстати, сейчас я вам задам этот вопрос, вам задам вопрос, такой сейчас вот Аллу прочитаю, а вы пока пишите. Как снимает стресс женщина и как снимает стресс мужчина? Так, Алла пишет, здесь две Аллы, написали, проблемы в голове, накручивая себя и внушая, не поговорив с мужчиной, нужно разговаривать, хвалить, поощрять, позволять, да, 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 в смысле разумно, абсолютно, Аллочка, соглашусь с тобой. И Алла письменная, то, что мужчина может пойти налево, это его дело, меня это как-то не заботит, если я достаточно хороша, ему и уходить никуда не захочется, а вот себе раздавать кому-то еще, это напрягает, жаль себя разбазарить. Вот, это прекрасно, вот сейчас инстинкт очень хороший, о, хороший, хороший, вот это не хороший, вопрос-то прям замечательный, Аллочка нам написала, что в принципе, вот, да, себя разбазаривать кому-то, то есть, кстати, вот, было такое еще, почему мужчина, сейчас вот вы мне ответите, ага, Марина, мужчина секс, женщина разговоры, вот, как снимает мужчина стресс и как снимает женщина стресс, вот, девочки, какие, вы молодцы, да, 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 вы подковные все мудрые, мужчина, первый здоровый способ снятия мужчины стресса, это секс, здоровый, если, допустим, у него есть проблемы, там, ну, в половой системе, да, то, естественно, или он привык уже, то есть, или легче, допустим, секс недоступен, он не всегда под рукой, не всегда у него есть женщина, бывает, женщина, она не всегда дает, извините за такой сленг домашний, и так далее, и так далее, вот, то есть, у него бывает недоступно какие-то вещи, а, естественно, алкоголь самое потом доступное, еще есть хобби, рыбалка какая-то, так далее, так далее, так далее, женщине, да, спорт, да, 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 особенно там какой-то экстремальный, ну, то есть, это тоже в хобби, в принципе, входит, да, а женщине гораздо проще, у нее это всегда под рукой снятие стресса, просто проговорив, просто там, кому-то поплакать в жилетку, что еще сказывается, что еще один инстинкт, когда мы плачем в жилетку, девочки, мы жалуемся, мне плохо, позабудьте обо мне, мы привлекаем таким образом внимание, то есть, представляете, как мы еще и закрываем еще другой, другой потребности, и так далее, и так далее, женщины все под рукой, и в этом плане женщины психологически сильнее, мужчина, основная его тенденция мышления, мужская, он всегда все держит в себе, то есть, он думает молча, основная масса, я не говорю за всех, среднестатистически, он думает внутри, 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 у него копится, 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 если он это не выплескивает где-то, то есть, снятие стресса, это, кстати, копится, это, может быть, проблемы на работе, проблемы тоже в семье, то таким образом у него выбрасывается потом вот этот, то есть, он должен выбросить это напряжение, допустим, здоровый способ секс, нездоровый, естественно, алкоголь и прочие вещи, здоровый это хобби и так далее, и так далее, но не всегда не под рукой, а вот как алкоголь уйти в небытие, и это самый-самый простой. И, кстати, женщина очень как-то выражает свои эмоции, чувства, недовольство через обиду, она надувается, такая, знаете, как что-то недовольна, когда не получает своего, когда ее ожидания не оправдываются, то она, естественно, обижается, вот у нее такие и так далее, и так далее, а мужчины обычно агрессии очень часто, да, ну, нормальные мужчины разговаривают, это тоже вот, но это редкость, да, у нас вообще, кстати, мало развитых душ на земле, ну, как бы вот такие, которые уже прошли вот этот период инстинктов, и они на достаточно высоком уровне вибрации, ну, вообще, человечество, там это где-то, наверное, порядка, сейчас расскажу, статистика есть такая, интересная, я читала во многих местах, не знаю, насколько это правда, ну, как говорят, это приблизительно 10% пятого уровня развития, вот пятого, шестого, там есть один, полтора, ну, сколько 0,5%, 0,5% вообще всего человечества, это очень высокий уровень, и такие уже практически не воплощаются, это если воплощаются, то они как уже как мессия, тут какие-то очень знаковые личности, вот, а остальная часть, вот, как бы, да, все мои, вот, инстинкты на нас влияют, тело на нас очень здорово, вот, да, вот, мужчине нужен секс, понимание, женщина, любовь и нежность, да, и Алла, женщина, проговаривая, понимает, в чем суть, когда молча думаешь, током, выводом не приходишь, Аллочка еще одну очень важную вещь сказала, действительно, мышление наше мужчина и женщина разделяется как, женщина понимает в процессе, она говорит, говорит, не знает окончательно, бывает, что хочет сказать, она говорит, потом она доходит, и это, и заканчивает, это мужчина, кстати, наоборот, у него внутри происходит такая некая цепочка, и потом он дает уже как результат, как вывод, вот, и это тоже очень важно, и вот женщина в этом плане, она психологически устойчива, если мужчина психологически сильнее, то есть он может много поднять тяжестей, то женщина, она такая, знаете, как вот она, психологически, она гораздо подковнее, она гибче, она вот прогибается, она может и стресс снять, и так далее, орет, когда, кстати, кричит, это тоже снятие стресса, да, все виноваты, и кроме меня, и так далее, и так далее, то есть даже и мышление мужчины и женщины совершенно противоположное, и сейчас мы перейдем к следующему слайду, вы в этом убедитесь. Так, Тина, получается, что женщине важно над этим задуматься и донести это мужчине при условии, что мужчине важно это слышать? Обязательно, Тин, да, да, вообще женщине надо стараться доносить то, что важно для всех, да, потому что женщина, вот сейчас я буду над этим говорить, за многое отвечает, она вообще, как вам сказать, мужчины отношения вообще по большому счету по барабану, вот вообще по барабану, как бы в общем, среднестатистически, ему важно внешняя среда, ему важно там что-то делать, какие-то свои дела решать, и настоящему мужчине, да, он приходит домой, ну, давайте все постепенно, ему, вот сейчас мой следующий слайд, он приходит, чтобы расслабиться, получить дома психологический комфорт, чтобы у него все было готово, тут и еда, и спокойствие, и у жена улыбалась, и все хорошо, если дома он этого не получает, вот этого тыла надежного, где он может спокойно отдохнуть от внешней среды, он, естественно, ищет вот этот тыл, где угодно, любовницы, на рыбалку, если вот он молодец и не изменяет, и так далее, и так далее, и бежит туда, где его приласкают, а если дома такая, сейчас вот дальше будет слайд там интересный, или там бабушка из рыбака и рыбки, то, естественно, ну, может быть, чувство долго его, как раз другой инстинкт, который переключается со временем у каждых людей, сейчас вот, кстати, хотела сказать, я не сказала, сейчас скажу, это включается у каждого, и у женщины, и у мужчины, то есть у мужчины хорошо, знаете, как работает переключение инстинктов, то есть до определенного уровня они гуляют, гуляют, потом они вот, допустим, семья, долго переключение происходит на семью, они вот втягиваются, вот это мне очень всегда интересно в отношениях, а потом уже какой-то проходит промежуток времени, и для особенно высокоранговых мужчин им важно иметь потомство, потому что нужно передать свое дело, нужно передать какие-то свои важные, да, там, такие фундаментальные там вещи и так далее, и так далее, ему потомство важно, особенно как все, все хотели мальчика, наследника и так далее, и так далее, и вот тут чувство долго включается, отцовство и так далее, и так далее, и оно работает уже капитально. Так, тебе, ну, получается, что же, ага, это я уже прочитала. Так, инстинкт, значит, мы с этим поговорили много, очень много, идем дальше. Следующий инстинкт, второй. Второй инстинкт, недоступность самки. И есть такое еще интересное внутреннее ощущение у женщины, противоречие. Да, нет, сейчас мы немножко все постепенно. Итак, недоступность самки, что она дает? Женщина считает, ну, так воздействуют на нее древние инстинкты, инстинктивные программы, что мужчина должен завоевывать ее и добиваться. Девочки, кто так считает, ставим плюсики, кто так не считает, ставим минусы. Нормальные у всех, вот, все ответы, все правильные, как я говорю. Нет, неправильные, да, мужчина должен добиваться, да. Вот, молодцы, конечно, конечно, да, да. Это у нас сидит и во всех сидит, и вот это правильно. Так, он должен быть инициатором, да. Первым предлагать свидания, встречи, прочные, прочие интересные мероприятия, да. В том числе и свадьбу, руку и сердце должен, да. Да, 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 вы все согласны. Да, как рыцари. А вот, только важно знать женщинам одну интересную вещь. Сейчас я вам расскажу. Так, сейчас, Алла, это принято. Ага, при условии, что он уже мне нравится, но еще об этом не знает. Да, 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 Аллочка, вот хорошо прям дополнение сделаю, молодец. Ага. Да, 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 да. Так вот, девочки, а некоторые девочки не догадываются и доживают до бабушек. То, что надо намекать. Это просто было, ага, если понравилось, так это вообще скрыть. На лице не написано же, ага. Пусть сам думает, на то он и мужик. Вот, Аллочка, да, молодец. Так вот, девочки, как интересно устроило мужчин. Они основные, среднеранговые, можно сказать, чуть пониже высокоранговые, такие ближе к высокоранговым. Кстати, у мужчин переключаются инстинкты. Если он среднеранговый, то при хороших внешних обстоятельствах, если жена у него мудрая и простит ему крылья, у него включается инстинкт высокорангового. Это мы следующий слайд будем проходить. Вот, а так в основном, конечно, получается так. У среднеранговых и низкоранговых мужчин, которые, знаете, на которых женщины вообще не глядят, они не включаются в эту игру, то есть они не будут ухаживать за женщиной, пока женщина не даст сигнал. Это заложено природой, просто знаете. Например, из жизни. Как говорят у нас коллеги-психологи, новости с полей психологии. Женщина обращается к психологу, говорит, вы знаете, вот мне так нравится мужчина, мы на работе, там вместе работаем уже два года. Вот, и вот очень нравится, но вот он на меня не обращает внимания. Ну, психолог говорит, ну, вы ему как-то намекали. Он говорит, ну, я же нет, ну, я же вы что, я же очень скромная, я же не могу, он должен сам, и так далее, и так далее. Вот. И психолог ей порекомендовал, что конкретно сделать. Счастливая женщина приходит, там, через неделю, да, на консультации, говорит, как вам благодарна, какой спальник, какое вам спасибо, вы знаете, он два года уже мечтает ко мне подойти, но боялся, потому что он думал, что я, я, я ему неинтересна. Вот так интересно, понимаете, люди сошлись, потом и счастливы, и так далее, и так далее. Да, ну, вот. И здесь не только тенны глазками надо пострелять, здесь надо и человека как-то привлечь, ну, может быть, да, не по прямой, да, пошли там на свидание, это ни в коем случае, тогда эта женщина считается уже вульгарной, и, можно сказать, не для нужных целей, да, цели уже такие другие. А попросить его что-то починить, да, ну, давайте, накидайте, что мы можем мужчину попросить, да, уронить рядом какую-то ручку, блокнотик, я не знаю, что мы еще можем сделать, ну-ка, давайте, давайте. Ага. Нужно нежно и скромно, конечно, да, небольшие знаки, которые должны расцениваться мужчины, как знак о том, что вы готовы для того, чтобы он к вам подошел. Кстати, очень много красивых женщин страдают этим, он говорит, вы знаете, говорит, а, одиноки, потому что к ним боятся подойти. Это сейчас мы другой инстинкт рассмотрим мужчины. Ага. Так, при условии, если он, так, ага, не занят, ну, конечно, я тоже так думаю, зачем нам заняты. Правильно, правильная мысль, Тин. Маше помочь, двиночка в бабушке, конечно, ну, лучше не у бабушки, а зачем нам бабушка, подумать, к бабушке нафига, можно и у себя, ну, или сказать, бабушка уехала на даче, что-нибудь типа такого, да, ну, намек, да, 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 ну, не вульгарно, абсолютно, вульгарно нельзя, потому что действительно вас примут не за то. Абсолютно верно. Так, а, значит, вот, хотела вернуться к другому, следующему инстинкту мужчины. Занятие быстрее всех обращать внимание на глазки. Ага, ага. Занятые, занятые, ага, поняла. Занятые. Ну, может быть, я не знаю, у меня такой опыт, нет, Тин, может быть, действительно на вашем опыте так оно и есть. А скромные парни смотрят в компьютер. Помочь посмотреть в компьютер? Конечно, конечно. Вот как раз надо же быть наблюдателем, тоже психологом, да, посмотреть, что человеку интересно. Кстати, здесь надо подстроиться под общие мы. Это чисто рекомендация вам от психолога, как человека завлечь, и ему будет интересно, и вам. То есть, есть всегда увлечение у кого-то, да, и что-то попросить связано с увлечением этим мужчиной. Ему будет интересно вам рассказать, и так далее, и так далее. Он, ну, убьете двух зайцев, да, и он поможет вам разобраться, допустим, в компьютере, и в то же время вы увидите, действительно, там, как-то тесно уже в контакте, как-то взаимодействие, ну, в плане хорошем тесно, да. То есть, вы уже поймете, человек интересуется, интересно вам, нет какие-то намеки, будет вида. Да, 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 там смайлики, точно, с компьютером просим. Потом он поставит какую-нибудь программу, и мама не горюет. Ну, может быть, но если такую главную программу женщина поставит, что вот с такими установками, то точно будем горевать. Тин, все по нашим убеждениям. Все, что у нас внутри заложена, программа, они работают. Помните об этом. Закладывайте только себе хорошие программы. И убеждения. Итак, второй инстинкт, который включается у мужчин. Он работает, не то, что включается, он работает очень здорово. Значит, смотрите, у мужчин они очень боятся отказа. Особенно красивых женщин. Почему они не подходят? Женщины, я говорю, красивые очень часто бывают одинокие. Потому что говорят, вот ко мне никто не подходит, ко мне никто не знакомится. Потому что они думают, я и такая красавица, это невозможно. Да, потому что у них отказ вот этот, то, что ему откажут, для него это сразу понижает самооценку. Для мужчины это очень катастрофично. В буквальном смысле. Это, вот знаете, бывает кто-то ему еще там внушил там социуми, маму там, бабушка там, кто-то, кто-то. У нас же так вообще женщины любят унижать по полной. Везде и всюду. Ну, как бы в социуме так, да. Потому что я знаю, как психолог, это таких вещей везде и всюду. Да и в жизни ото всех. Вот. И таким образом отказ для мужчины это понижение. Его самооценки очень здорово, очень сильно. Средний ранговый и низкоранговый этого очень боятся. И, соответственно, они и боятся подходить и знакомиться первой. Даже если вот, ну, женщина не намекнула, а вот самому первому подойти. Это, кстати, подходит в основном или высокоранговый. Как я говорила, их всего 10% от всего населения человечества. Или маньяки. Или какие-нибудь эти пикаперы, ну, которых, знаете, вот, может быть, они не целенаправленно это делают, а вот лавеласы, ну, такие, которым вообще отношения какие-то серьезные, ненужные. Которым, ну, женщины просто завоевывают. Ну, у них такой вот инстинкт сильно развит, и они вот, ну, развлекаются таким образом. Конечно, так нужно. Ау, даже вот отказывать можно красиво, не унижая, обязательно. Это вообще нужно учиться этому. Абсолютно с тобой соглашусь. Если, кстати, у мужчины был уже отказ, вот второй раз получить какой-то удар, ему уже сложно. И поэтому они вообще могут никогда первому не подойти. Поэтому здесь нужно это учитывать, нужно это понимать. И, девочки, имейте это в виду. Да, еще одна такая вещь, очень важная. Не каждый мужчина готов покорять, то есть, каждая женщина очень много ставит, то есть, большую ставит преграду. То есть, когда мужчина начинает добиваться, ну, то есть, допустим, как? Уже она дала знак, пошли ухаживания. И она вот из себя, да, ну, естественно, нормально, женщина всегда делает себя неприступной. Это тоже хорошо. Это тоже игра такая инстинктивная, она правильная. Я соглашусь с ней, что она должна быть. Но все должно быть в меру. У нас сейчас в основном мужчины слабоватые, инфантильные. И вот эта преграда, если большая, очень, то есть, женщина много держит на расстоянии, как-то она все, чтобы вот сдобивался и так далее, и так далее, мужчина. То есть, она, она буквально выстраивает такую большую стену, вот она убеждена, что должно им одно, там, я не знаю, цветы, там, я не знаю, там, ну, всякие ухаживания, много, больше и так далее, и так далее. И все это вот, заборы вот такие огромные, то есть, да, и так далее, и так далее. То мужчина многие не выдерживают этих заборчиков. То есть, не каждый готов перепрыгнуть такой забор, прям вот высоко и так далее. Вот где найти эту грань, вот это искусство женщины. То есть, с одной стороны, не отпугнуть мужчину совсем, да, а с другой стороны, и не отдаться в первый день, чтобы он не понял, что это какая-то такая, извините за выражение, легкодоступная женщина. И это, естественно, для серьезных отношений она не подходит, и мужчина от таких женщин, ну, только их использует, и так далее, и так далее. Вот здесь тоже нужно знать вот эти, ну, как бы такие особенности, и мужчины, и женщины, и так далее, и так далее. Вот, поэтому знайте, что среднеранговые, низкоранговые, они вот этих стен, бывает, не перепрыгивают. То есть, они вот, не хватает, у них селенок. Ну, с другой стороны, как женщины считают, не хватает, ну, значит, и не надо. То есть, по сути, своей, как у нас на одном вебинаре тоже на этой теме было, говорит так, то есть, когда курочка убегает, да, надо посмотреть, бережит ли петушок сзади, то есть, догоняет ли он ее, а то, может, глядишь, там, или упал, или споткнулся, или вообще, не знаю, посмотрел, она рядом курочка стоит, да что ж бежать-то, пойду к ней. Так, Тина, красавчики так разбалованы порой вниманием женщин, что им уже даже лень двигаться, нужна другая стратегия. Вот, Тина, а красавчики, как раз это относится к другой категории. В моем тренинге там целая глава, вот под это, это уже павлины называются, павлины. Действительно, красавчики, которые, им не нужно особо добиваться. Кстати, вот такие павлины, которые ловеласы, с другой стороны, это ловеласы, которые, они, у них инстинктивно, они знают, что нужно женщине. Они закрывают первые потребности у женщины сразу. А какие у нас первые потребности у женщины? Я не говорю сейчас про инстинктивные вот эти вещи, про материальные. Да, манипуляторы, абсолютно Тина. Какие потребности вот уже психологические, может, скажем, на такой второй уровень придем. Какие для нас очень важные, то есть каждая женщина хочет получить от мужчины. Ну, допустим, когда они уже вместе в отношениях. Так, ну-ка, вы мудрые, сейчас все вспомнят свои отношения. Да, 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 слова признания, внимание, забота, конечно, конечно, внимание, нежность, внимание, нежность. Да, посмотри, вот прямо вы вторите, вот, видите, вот, ласку, конечно, вот. Так, наиважнейшая потребность для женщины, комплименты, наиважнейшая. Вот после инстинктов там о материальном для женщины это важнейшая потребность. И если она не закрыта, да, а, и женщины ведутся на это очень здорово, ловеласы, они четко это знают. Они, у них инстинктивно это они вот знают, понимаете, они даже не обучаются, у них инстинктивно. И они начинают, женщина, говорить, какая она красивая, то есть восхищаться ей. И они действительно где-то восхищаются, то есть они это говорят искренне, да. Ну, они все ими восхищаются, скажем так. Вот. Да, ощущение себя королевы, они возносят на пьедестал. Ага, да, да, да. И таким образом, все, они купили женщину, в буквальном смысле слова. Женщина готова, все, и она уже, вот за это она платит, да, этим ловеласам, этим манипуляторам, она дает денег, он потом придет, поплачет, а женщина еще важно пожалеет, она же материнский инстинкт включается. Он бедный, несчастный, он что-то там, да, потерял, проигрался, там, я не знаю, там, ну, не проигрался, там, у него беда, он же расскажет, какая у него огромная беда, она снимет все деньги, ну, он даст и так далее, и так далее. Вот, а потом с концами и таких у него там десяток, да, и так далее, и так далее. И вот здесь у женщины, как, вот я говорила о критериях выбора мужчин, и вот очень часто женщины путают, да, высокоранговость именно с имитациями вот этих павлинов. Они думают, что вот это вот как раз тот, или может быть просто те попадают в кассу, потому что так как женщина не всем, не у всех закрыт этот инстинкт важнейший, потому что женщина, если когда дают из знаки внимания, это знаете, что символизирует в этологии? Она востребована, она востребована как самка, как женщина. Ну, вот простите меня за самку, но этология, она вот так вот, да, она востребована, и поэтому закрывается вот этот важнейший инстинкт, который просто-напросто вот для женщины, вот сейчас я вот как вам объяснить на простом, то есть вот как бы она реализовалась, вы понимаете, может быть, он и, то есть она каждый раз, как, опять же, среди мужчин выбирать, кто больше споет ей лучшую песню, каким-то образом пропляшет, это, значит, у животных, у, значит, уже на уровне, значит, человека, это же к пляскам должна прибавить, почему, кстати, женщинам нравятся те мужчины, которые хорошо танцуют, это инстинкты, инстинкты еще пришедшие с древности, когда один там голубь танцует, танец перед другой самочкой, все оттуда, друзья мои, это значит, он ловкий, как самец, да, это ген перспективный, перспективный, дальше вторая потребность, это материальная, очень важная, да, физические данные тоже данные, что это ген перспективный, вот, Аллочка, ужас, да, и что потом после таких ловеласов, а что после ловеласа, потом трагедия, потом лечимся к психологам, у меня одна девочка, кстати, говорит, два года страдала вот от ловеласа, не могла избавиться, ну, как от этих, и от ловеласа, и от страдания, от всего вместе, да, там, он там приходил, уходил, вообще была очень интересная история, она прочитала мою книгу, все, друзья мои, я ей дала еще инструкцию, что делать, да, конкретно, 10 лет, ой, 10, к 10, к 10 дню вылечила, вот как бабки сходила, она сама собой работала, легко, спокойно, то есть она поняла, что это просто включаются инстинкты, она это когда осознала, они отключились, вот понимаете, что осознание действует, мы можем почитать? Конечно, абсолютно, на мой сайт подписываемся, кто знает мой сайт, и вам эта книга приходит в подарок, плюс там еще медитация, я скину попозже ссылочку, хорошо? Да, 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 дам, 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 только чуть попозже, да, чтобы мне, ну, вы мне напомните, ладно? Вот, то есть на новости, там можно подписаться куда-то, и, ну, вам, самое главное, вам подписаться на новости моего сайта, на психологии в каждый дом. Если даже у меня в подписке есть, то вы просто где-то на какой-то подарок подписаны, скорее всего, да, вам важно на книгу, то есть на новости, и тогда получите эту книгу. И так, друзья мои, тут важнейший еще один вот этот инстинкт, да, нет, это вообще потрясающая вещь. Представляете, как интересно вот уже, сколько вам интересно, вот, девчонки, подтвердите ведь, насколько этология интереснейшая наука. У нас сегодня, да не то слово. Девчонки, а вообще, вот, вы знаете, да можно скачать, да, Аллочка, да, 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 понимаете, как, вот эта тема, она настолько не избитая. И настолько это правда, и настолько это отражается в реальности, что вот прям все узнают сами себя в разных, конечно, вещах, да. То есть вот эта вот, ну, информация, она, ну, просто потрясающе близка к жизни. И самое главное, когда ты знаешь вот это, осознаешь, что вообще отношения открываются на тебя по-другому. Ты смотришь, знаете, как, вот если все люди, такое ощущение, как будто вот играют в этот момент в театр, как сами актеры, они понимают, что они актеры. Так вот мы, когда с этой информацией смотрим как бы из-за кулис, да, вот идет спектакль, как бы смотришь сам на себя, но понимаешь, где что у тебя включается, где-то ты выключаешь, ты уже это корректируешь, контролируешь, понимаешь, а, вот это вот там, а вот это так, и так далее, и так далее. Это вот гораздо уже интереснее так жить и проще. Так, Тина, причем, наверное, и народу-то немного, а так тепленько беседуем и учимся жизни. Да, ну, у нас когда и много, самое главное, вот вы пришли, хоть сколько народу есть, а очень классно. Да, будет в конце, будем открывать фонарик сердца. Кто у нас до конца досидит, тот получит прекрасный, прекрасный приз. Техника будет, собираюсь. Итак, девчонки, простая техника, но потрясающе хорошая. Итак, важнейший, тот получит фонарик, да, 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 тот фонарик сердца, да, 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 это потрясающе. Так, друзья мои, смотрите, важный еще вот здесь один инстинкт, и мы идем дальше. Природой заложено так, что женщина инстинктивно провоцирует мужчину и тонко ведет. Внешне остается недоступной. То есть это даже относится и вот к тем знакам, которые она должна подавать. И внешне, то есть это один из инстинктов, запомните, вот она провоцирует и внешне ведет. Но бывает вот это вот ведение совершенно, как инстинкты в противоречие входят. Сейчас объясню, о чем речь. Внешне она говорит нет, подразумевает да. И это приводит к интересным последствиям. И сейчас вспоминаем себя на том примере, который я сейчас вам приведу. Мужчина спрашивает женщину, мне остаться? Она говорит, нет. Сама хочет, чтобы, допустим, мужчина остался. Ну, допустим, если они расстаются. Он уходит, а она обижается. Другой пример из жизни просто реальный. Мужчина звонит подруге, говорит, ты знаешь, сейчас приду к тебе, скажи, пожалуйста, что мне купить. Женщина из себя, конечно, строит, ну что ты, ее же материально не интересует. Нас вообще же материально не интересует, да? Нет, ничего не надо. Мужчина, как мужчина настоящий, получил четкий ответ. Нет, сейчас мы об этом поговорим тоже. Как мыслят мужчина в категориях да и нет, женщина. Естественно, он приходит без всего, ничего не купил. Женщина обижается. Весь вечер она, девушка, значит, проводит в такой надутой позе. К концу встречи она ему объявляет. А, он ее, естественно, допытывается, в чем дело. Она говорит, ты ничего не купил. У мужчины диссонанс, шизофрения. У него раздвоение. Непонятно. Он ее спрашивал, она не ответила, теперь она обиделась. На что? Потом он рассказывает. У ней что-то с головой не в порядке. Да, непонятно, конечно. Это у мужчины, а у женщины все понятно. А она же как подумала? Ну-ка, девочки, как она подумала? Я думаю, что вы сейчас все многие скажете. Как она подумала? Да, конечно. Он же должен догадаться, правильно? Он же мужчина, он должен догадаться, что она ничего не просит, он должен сам принести. Конечно. Так, девочки мои, дорогие, хорошие. У мужчины есть такая особенность мышления. Алла, вот немножко затронула эту тему, мы ее развернули, но не до конца. Это вообще, кстати, тему можно разворачивать вообще, знаете, как до бесконечности. Да-да-да, что ты должен купить, догадаться сам. Мужчина, значит, из древних инстинктов мыслит в категории да-да, нет-нет. Это что значит? То есть, когда они охотились в древних племенах, мужчины, да, друг с другом, естественно, для того, чтобы выжить, не попасться на ловушку, там, какого-то зверя и так далее, должна быть тишина и четкое понимание команды. Один какой-то сигнал, да, значит, да. Это буквально равносильно было выживанию мужчин в те времена, и мышление мужчины закрепилось в таком формате. Если мужчине сказали да, это обозначает четкое да. Да, у женщины все наоборот, у нее если да, это значит, может быть, это нет. То есть, она из себя строит то ли недотрогу, недоступность, то ли ей материально ее не интересует, то ли и так далее, и так далее. Да, вот Аллочка говорит, нужно говорить четко и конкретно, да. Вот запомните вот эту интересную вещь. И тогда вас мужчины будут принимать как за искреннюю, открытую и честную девочку. У меня на одном вебинаре вот на этот инстинкт одна так и сказала девушка, или женщина, я не знаю кто, но девушка. Она говорит, из-за этого, говорит, то, что я так мыслила в этой категории, муж сказал, что ты лживая и ушел от нее. Муж, даже не какой-то там любовник и так далее. А женщины это природой, потому что вот эта недоступность, да, нет, это вот внутри нее природой заложено. И она считает, если она так думает, то значит думает так и мужчина. А у нас даже мужчины и женщины разные, да, какие-то разные, какие у нас разные типы мышления у мужчин и женщин, а есть еще типологии личности, когда там вообще, там, знаете, извините, такие интересные вещи и так далее, и так далее. Ага, Аллочка, а что трудно женщинам, так, а что трудно женщинам сказать, ой, было бы здорово к чаю сухофруктов. Просто обожаю финики, вроде бы не попросила, зато помечтала. Вот, Аллочка, вот потрясающая вещь сказала, да, и так далее, и так далее. Кстати, Тина, правильно, Тина, то есть говорит, какие сухофрукты. Девочки, я тоже люблю сухофрукты лучше, чем конфеты. Для меня сухофрукты, это вот, я говорю, не надо мне цветов. И сейчас мы вот как раз вот эту потребность с вами тоже разберем. Я говорю, купите мне лучше фруктов, я цветы, я не корова, я жевать их не могу. Ну, можно и другую озвучить. Итак, девочки, смотрите, у нас, у женщин очень часто такое бывает. Вот, например, сейчас я просто притчу такую расскажу, вот, очень интересно, для вас она запомнится, я думаю, и на все года будет, ну, вспоминаться в нужные моменты. Прожили муж и жену 30 лет. И каждое утро, когда они завтракали, жена разрезала булочку напополам и любимую свою часть, корочку нижнюю, она мазала там джемом и отдавала, или там маслом, неважно, и отдавала мужу, любимую свою часть. Сама же брала нелюбимую часть, верхнюю, и ела ее. И вот 30 лет они прожили вместе. И она решила, ну, чем же я сегодня не могу, вот, ну, заслужила я за столько лет, да, я возьму сегодня вот свою любимую корочку. Она намазала, взяла ее себе, мужа отдала свою нелюбимую, и тут муж расплакался. Она, что случилось, дорогой, что, что я такого сделала? Говорит, ты не поверишь, но ты дала самую, ты дала мне сегодня то, что я всю жизнь хотела, ты дала мне мою любимую корочку. Вот, друзья, как часто мы даем то, что нам кажется, что для нас важно. И так далее. А у меня был случай со свекровью-то, когда мы, когда она давала лучшую часть мне от жареной рыбы голову, а оказывается, она ее любила. И давала самое лучшее, это был знак внимания и заботы. А у меня была любимая часть хвостик. И каждый раз, когда она давала эту голову... 7 часов. Давай. И когда она давала эту голову, я думала, ну, издевается надо мной, наверное. Там же есть-то нечего. И так далее. Да, да, да. Так мало-то угощала тем, тем, что она считала лучшим для себя. Но даже не спросила о том, что лучше для него. И вот у нас свекровью такие были интересные взаимоотношения. Она выражала свою любовь через вот эту заботу. Я думала, что она давно издевалась. Отношения были у нас странные. Через 10 лет мы выяснили, кто что любит. И стали, наконец-то, давать друг другу то, что мы любим. Вот так интересно. Поэтому вот это встречается сплошь и рядом. Я таких случаев могу рассказать до бесконечности много. Из жизни. Из жизни буквально. Это и отношения мужчин, и женщин, и детей, и родителей. И так далее, и так далее. Мы думаем, что если нам нравится что-то лично... Вот как, кстати, здесь завязался разговор о... К чаю что лучше. То есть, если один считает, что сухофрукты для кого-то лучше, то другой считает, что надо что-то и получше, и поинтереснее, и так далее. И так далее. То есть, да, мы судим по себе, что для каждого хорошо. Друзья мои, 7 миллиардов людей на планете. И у каждого это представление свое. Они, бывает, сочетаются, где-то совпадают. Но поверьте мне, да, я это все время прошу... То есть, ну, доношу до людей, что эти внутренние особенности, предпочтения, они индивидуальны, как отпечатки пальцев. Никогда нельзя мерить то, что хочет другой человек по себе. Да, о вкусах, как говорят, есть поговорка, не спорят. И это действительно так. Вот какой еще интересный инстинкт есть у женщин. Да, нет. Когда он у нас всплывает, вспоминаем и даем четкие инструкции нашим мужчинам. Итак, подходим к следующему, третьему инстинкту, замечательному, вообще потрясающему. Одному тоже из сильнейших. Они все сильные на самом деле, но вот это тоже очень интересное. Инстинкт управления санцом, инстинкт доминирования. Ага. Есть хороший, интересный такой афоризм Тенниси Уильямса. Женщины любят побежденных, но изменяют им с победителями. Что это за фраза, что это за афоризм, сейчас поймете чуть попозже. Один из самых главных коварных инстинктов женщин, это природная инверсия доминирования. В природе санцы управляемы самками только в процессе брачных игр. Даже самые высокоранговые санцы становятся более лояльны, ухаживают, угождают и так далее, чтобы завоевать расположение самки. И получить, естественно, награду сексом. Сейчас мы про животных, чисто про животных. Когда внешние признаки заканчиваются у самки, ну это обычно набухшая грудь, определенный запах и так далее, самцы становятся неуправляемы. Ну, допустим, набухшая грудь там у обезьян, там еще у кого-то. То есть баланс восстанавливается, и все встает на свои места. И все довольны. В жизни людей этот период затягивается, как вы думаете, как на всю жизнь. Получается, что инверсия доминирования, то есть это переход власти, по сути своей, возникает еще в процессе ухаживания, когда мужчина начинает подкармливать женщину, а по сути ухаживать, как у нас принято в обществе говорить. Ну, дарить подарки, оказывать ей услуги, показывать способность подчиняться, короче, угодить ей, чтобы она стала доступной. То есть вы знаете, вот как вы думаете, в процентном соотношении, сколько мужчин, то есть на сколько мужчина думает, когда знакомится с женщиной, думает о свадьбе и прочных отношениях. То есть в процентном соотношении. Вот мужчина думает, о, вот, вот мне еще и нужны проценты, да? Так, у кого еще какие проценты? Ага. Смотря какая цель. А есть ли вообще цель-то? Так, Леночка, вот Леночка нам присоединила, 10, ага, да? Вообще не думает. Ага. Так, так, может и быть, встречала. Бывает, конечно, а мы среднестатистически, мы не будем, вы знаете, как в таких высокодуховных людей брать, да, которые действительно... Вот, то есть кто думает о свадьбе, кто думает об отношениях? А как вы думаете, о чем вот первая мысль, вот зачем он встречается с женщинами? А вот действительно, вот где мужчина? Как бы хотелось бы узнать у мужчин, зачем они встречаются с женщинами? Какая у них первая мысль, идея, да? Намерение для секса, Лена? Ага, Алла. Но, как правило, когда сразу выходи, так, выходи замуж за меня, бежишь от него как-то прогрошен. Вот, даже это нестандартно. Ну да, вот как интересно. Смотри, какой мужчина. Да, есть такой, действительно. Ага. Так, прекрасно, прекрасно. Ну вот все равно, ага. Значимые отношения. Светочка Потоцкая к нам присоединяется. Привет, Светуль. Значимые отношения. Ага. Так, Тина. Никто сразу замуж не зовет, не встречал еще таких. Вот, конечно. Так они еще и не думают, да какой замуж. Ага. Они, кстати, вот, еще, кстати, пропустила одну вещь, и мне очень важно вам озвучить. Мало того, никто замуж. Они бегут, когда начинает женщина говорить, я забеременела. Это же ответственность. Друзья мои, знаете, что делает женщина, когда выходит замуж? Она передает ответственность за себя и еще за того парня, который родится, или девчонку. Да, и так далее, и так далее, и так далее. Представляете, гулял парень, получал удовольствие, встречался с девушкой, и так далее, и так далее. А тут бац, и тебе нужно отвечать, что-то делать за кого-то, и так далее, и так далее. Это какой груз. Вот, Алла, четверо было. Ну, Алла, уникальная женщина, все поаплодируем ей. Потому что здесь аплодисментов нет, но мы так мысленно. Вот, Алла, наверное, это какая-то программа у тебя конкретная, кармическая. Очень интересно. Тина обратила внимание, что сейчас много парней женятся только по залету. Да, когда уже вот прилетело, конечно. И, кстати, это действительно абсолютно в нашем окружении так и происходит в основном. То есть вот это, все, ну, а там уже, как говорится, покатило. И так далее, и так далее. То есть в основном это получается, они и не думают никогда. Наехали, конечно, кто, да, эти наехали. И ответственность, ну, заставили, заставили, заставили. Ну, может быть, есть еще, ну, не всех заставили, у кого-то желание действительно есть. Ага. Да, так оно и есть, да, рожают только по залету. И так далее. Ага. Итак, про инверсию доминирования. Это как мы сейчас с вами расскажем. То есть, по сути, значит, в животном мире получается так, когда самка уже выходит из той, из той, из того состояния, когда она доступна, да, естественно, для того, чтобы она забеременела и родила потомство. То есть, инверсия доминирования переходит к самцу. В нашем человеческом обществе происходит, не происходит вот этого такого осознанного возврата. То есть, женщина начинает доминировать, ну, как бы постоянно. То есть, что это делать? То есть, сначала мужчина по-всякому угождает, угождает, ей для того, чтобы она стала доступна, да. Сейчас один момент, один момент, вот мысль потеряла. А вот, и, а вот должно возвращаться, то есть, должно, по сути своей, как в животном мире происходить. То есть, доминирование самца, ну, мужчины должно возвращаться на место. То есть, когда, допустим, замуж вышла женщина, да, у ней, как бы, вот это вот не происходит, вот этого инверсия, доминирования. Как правило, среднестатистическое. А как вы думаете, зачем нужно, чтобы возрастилось вот это интересное состояние мужчины и женщины? Так. Аллочка, ну, дети не делают союз мужчин и женщин крепкие. Абсолютно не всегда. Бывает, все бывает в нашей жизни. То есть, мы не говорим таких четких утверждений. В жизни у нас жизнь многогранна, бывает и делает. Но, как правило, некоторые женщины, если считают, что хотят удержать мужчину детьми, это вообще очень часто глупо. То есть, мужчину детьми точно не удержишь, если он захочет. Это не тот вариант. Вариант, кстати, будем разбирать, чем можно удержать. Это лаской, заботой, вниманием. Именно тем, не тем, как и женщинам, а видеть мужчине мужчину и растить ему крылья. Это вот этим можно удержать легко. Тина, конечно, держаться за детей, но если нет в семье единения, то и дети проблемные вырастут. Абсолютно. Здесь только всем перекалечат судьбы. Тина, сейчас у многих чисто материальный вопрос ставится на первом месте. Ну, вот инстинкты, друзья мои, сейчас вообще инстинкты вылезли на первое место. Они, можно сказать, везде. В СМИ, да. Что у нас популярно в среднем молодежи? Дом-2. Какие-то там еще каникулы в этом, да. Сплошные инстинкты. Я вот смотрю, там какая любовь, какие там отношения. Там только инстинкты. Там вот и взращивают в наших, в наших детях вот это на всем это только инстинктивные потребности. Ну, так как у нас сейчас заканчивается эпоха потребления, она заканчивается, слава Богу. Мы выходим на другой уровень духовный. Сейчас вот переломный период, такой нормально, все будет хорошо. Вот, и мне сообщили, ну, все уже это знают, как-то в эзотерике, как говорится, вращается и так далее, и так далее. Поэтому все будет нормально, ну, вот эта вот шелуха вся сойдет, пена вот эта вся сойдет, вот человечество наестся этого, и мы выходим в совершенно другой уровень. Так вот, друзья мои, зачем же нужно нам возвращаться? Возвращаться к тому, чтобы все-таки мужчина был главный, чтобы не женщина доминировала над ним, да, чтобы не она вот была там главной и приказывала по основным вопросам и так далее, и так далее. А чтобы мужчина был мужчиной, то есть главой. Так, мысли к слайду. До брака люди были свободны, креативны, счастливы, они были друзьями. После брака возникла какая-то служба, долговая яма, груз обязанностей на каждом. Вот и беда. Один, как из вариантов, да, абсолютно соглашусь с тобой, но здесь даже не совсем, ну, сказать, ни одна из главных этологических вещей. Это, наверное, больше психологическое. Это следующий этап. А этологическое немножко в другом. Но мысли правильные, абсолютно соглашусь. Яна. Я на днях слушала женщину-спикера. Так она в открытом эфире спокойно говорит, что переспать в первый день знакомства, ничего страшного. Ну, может быть. Девочка, мы все умные, да. Поэтому, вы знаете, как, все-таки здесь инстинкт работает на наше благо. То есть, когда женщина не допускает мужчину, это правильно. Это правильно. Потому что, которые вот, да, хотя бывает, опять же, исключение, когда действительно это бывает. Знаете, вот соединились две души, которые, родственные, которые давно друг друга искали. Это мудрые, взрослые люди. И если они в возрасте, не молодые, я имею в виду, а вот такие, ну, может быть, это и допустимо, никого не осуждаем, то, в принципе, нормально. Ну, это как большее исключение, чем норма. Все-таки должна быть вот эта игра обязательно инстинктивная. Иначе мужчины действительно подумают, что что-то тут не так. Женщины гулящие, естественно, они разделяют. Женщин для гуляния, и это просто аксиома. И женщин для постели. Разные вещи. Мужчины одни и те же мыслят в одинаковых категориях. Так, секс не повод для знакомства, Наташа говорит. Это как раз, Наташа, хорошо, что сказали. Это как раз убеждение женщины. А для мужчины, жалко у нас их здесь, нет, очень даже повод. В основном многие мужчины в интернете ищут как раз для чего знакомства. Девочки, ну-ка подскажите. Света, это вопрос. Женщине не положено первой объясняться в чувстве. Все зависит индивидуально от мужчины. Может быть, знаешь, как индивидуального контекста. Если уже длятся там годами эти чувства, год, два, три, мужчина не имеет, ну, нерешительный и так далее, но может быть, стоит. Может быть, он просто первый. Может быть, он не умеет этого делать. Может быть, знаете, как и некоторые мужчины вообще не свойственно объясняться в любви. Некоторая любовь выражает в действиях. Вот он считает, я что-то сделаю, это будет проявление любви. Есть такие люди. Просто, знаете, как разговаривать надо. И вот тут из контекста нельзя точно сказать, можно и нельзя. Вот здесь все индивидуально. Здесь уже коучем надо заниматься, святой Тина. Чтобы не было травматики различных шаблонов, лучше присмотреться, да истинные чувства лучше проявятся. Да, конечно, это тоже правильно, абсолютно. Итак, друзья мои, значит, вопрос вы мне, по-моему, не ответили. Я задавала, какой. Сейчас я вспомню сама. А, главным-то, почему мужчине нужно оставаться в отношениях? Потому что очень часто доминирование вот этой женщины после свадьбы, она происходит так же, как и до того, когда они встречались. Так, что бы ни было, ага, для секса, не для отношений. Мужчина, который хочет серьезные отношения, не ищет в интернете. Да всякое бывает, в принципе. Основные массы, конечно, там все-таки мужчин хотят для легких отношений без каких-то обязательств. Ну, как правило, среднестатистически. Тина, мы так разговаривали, что про вопрос забыли. Да, да, да. Мужчина ведущий, бог, защитник, он главный, Светочка, правильно, Марина, видит соперника в женщине. Абсолютно верно. Зачем мужчине дома второй мужик? У него во внешнем мире и так и хватает. Он постоянно с ними там сражается во внешней среде. И тут приходит домой, еще тут сражаться надо. Ему нафига это надо? Ему нужна женщина, ему нужна инская энергия, которая обволакивает, которая успокаивает, которая придает какие-то такие энергии, которые ему не хватает. То есть, наоборот, вот это вот янское, все успокоить. Так, Тина, просто до свадьбы мужчина немного не видел, а после свадьбы он уже в собственности. Конечно, да, да, да. Уси-пуси, абсолютно верно. Так, девочки, значит, я объясню с этологической точки зрения, зачем это надо. И вы многие сейчас будете просто шокированы. Кто этого не знает на самом деле? Вот нисколько не преувеличиваю, потом вот скажете свое мнение. После создания постоянной пары, то ли они живут на постоянке, не обязательно замуж, но вместе, сожительствуют, или же просто действительно после свадьбы у женщины вступают в противоречие два конфликта, ой, два инстинкта в конфликт, противоречие, конфликт. Они портят вообще всю картину. Как это происходит? Сначала все в легкой форме. То есть идет привыкание к управлению мужчиной во время ухаживания. Женщина к этому потихонечку, ей так нравится. Мужчина, естественно, поддается, да, по инстинктам. Если пара оформила свои отношения, женщина резко увеличивает управление мужчиной. Это спусковой механизм обычно является беременность очень часто, рождение ребенка, и зачастую сразу после свадьбы. Инстинкт в этой ситуации диктует женщине. Ребенка нужно обеспечивать. Что мотивирует, естественно, женщину быстренько провести инверсию доминирования, занять главное место в семье, чтобы тот, кто приносит главный кусок хлеба, был в полном подчинении, но не слинял. Но это инстинкты, да. Мудрость-то мы знаем, понимаем, что это наоборот может нам, то есть женщине это прилететь. Она требует от мужчины с усиленной силой заботы о себе и потомстве. Это первый инстинкт, да, пошла в роль тинга. То есть забота об инстинкте, то есть первый инстинкт включается, забота о потомстве и себе, да. Как обычно удерживают в этом состоянии женщины-мужчин? Ну, среднестатистически, не мудрые женщины, а вот инстинктивные, высокопримативные. Как обычно, как вы думаете, как женщина начинает удерживать мужчин? То есть ей нужно, чтобы кормилист был рядом. Ага. Не мудрая женщина, не мудрая. Так, сексом. Ну, это очень мудрая женщина. Они уже замужем, то есть она замуж вышла, все там, ага. Чувствуем финалочка, вот, молодец. Вы пишите, я пока, знаете, сейчас зарядку принесу, то у меня компьютер садится. Так, ага. Так, ну, давайте, давайте, пишите, чем еще, чем еще там женщина начинает требовать. А еще же, она же, знаете, что требует, ага? Она, мужчина, начинает, ага. Портрет за который, который портрет. Там их много. Ага, вот, Леночка. Вызывает чувство жалости, ага. Понижает самооценку и самовнушение. Ага. Больше не придумаю. Мужчина в голубом. Так, это где? Вот там, да? Это мой сын. Мой сын. Ага. Сынули мои. Так, так, так. Ага, красиво. А, Тарас, видно, да? Мне казалось, не видно, оказывается. Вот какие секреты вы даете. Взрослый. Да там ему, он в седьмом классе. Наверное, плохо видно. Я вообще хочу давно этот уголок какой-нибудь другой сделать. Надо вот так сделать, чтобы... Нет. Вот. Надо вот так сделать, чтобы у меня ничего не видно. Мне говорят, у меня плохой фон. Как вам фон помешает? Нужно ли мне фон поменять? Я как бы на этом не заморачиваюсь. Считаю, что я, главное, несу какие-то важные знания для вас полезные. Домашние, нормальные. Ага. Ну и очень хорошо. Ну и слава богу. Самое главное, что вам нравится. Все, меня успокоили. Итак, девочки мои, золотые, красавицы, мудрецы мои. Конечно, начинает с женщины страхом, психологическим насилием, эмоциональным прессингом, скандалами, прививкой чувства вины, обидками, претензиями. Вот женщины только, да, которые живут на инстинктах, они не понимают, они что, рубят сук, на котором сидят. И, кстати, это очень свойственно уже, манипуляция до детьми тиранит, да, отстраняет и так далее, и так далее. То есть это все вот такие вот интересные вещи. И, кстати, женщины не понимают, что вот, например, настоящий нормальный высокоранговый мужчина, он сразу подавит вот эти выпады. То есть в первых-первых, вот буквально там женщина раз это сделала, два, три, она, кстати, все время провоцирует мужчину на высокоранговость. Она вот это делает для того, чтобы его проверить на то, что насколько его ранг высок. Если мужчина высокоранговый, он сразу женщину поставит на место, то есть она, о, нормально, все хорошо. Если же среднеранговый мужчина и низкоранговый, они неустойчивы на конфликты, у них тип нервной системы так заложен, что они пытаются избежать. Они просто-напросто не выдерживают этого. А психологический экспрессинг, крик это, это, кстати, тянется тоже с древних инстинктов. Я сейчас вам расскажу, вы даже не поверите. Когда я это прочитала, ну, действительно, это так, очень похоже на это. Так, а смысл всего этого, это же ад своими руками. Да, ну, девочки, какие мы все мудрые здесь. Ну, вы посмотрите после вот этой нашей встречи на своих близких, тех же мам, бабушек, я не знаю кого, как это происходит, как в наших семьях это происходит. А у вас тут на картинке дамочка с каскалкой у пещеры. Да, да, вот она и есть. Ага, растукнул и хватит. Да, да, да. И что значит происходит? Девочки, почему низкоранговые особенно боятся крика? Это древний инстинкт идет, который от обезьян. Когда-то, в древнем вот этих, в отношениях этого племени, там было интересно такое, как вообще у обезьян. Кстати, там разные бывают обезьяны, не везде так, но там есть такие вот прям виды обезьян, у которых, допустим, вот такие вот инстинктивные интересные отношения. То есть есть главный, высокоранговый самец, главный в племени. У него все самки, абсолютно. Естественно, самки, значит, с ним дружат, все дела. А что делать с среднеранговым, низкоранговым обезьяном, мужчинам, да, самцам? Они, естественно, им секс это хочется, они что делают? Они берут банан, идут к самке, когда самца нет, где-то он на каком-то там рубеже охраняет от других чужих самцов, и за банан, пока та ест банан, ну, они, извините, делают дашь на дашь. То есть самка не против, она берет банан и так далее. Когда же, допустим, самец возвращается, она начинает визжать и кричать, что ее, простите, насилуют. Вот, и тут происходит интересно, самец прибегает и нахлобучивает этого, значит, тот, который на его собственность посягнул, и так далее, и так далее. Вот. А, все, поняла, дубинка мощнее, вот, да, она же мощнее, мужчина действительно, кстати, так же мощнее, на самом деле является, он может как дать, да, 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 поела, поела и в крик, да, да, да. А это свойственно женщинам на самом деле, ну, проанализируйте это потом. Конечно, конечно, женщина гибкая и приспособленка по своей сути природной, это, это как бы норма, это не то, что плохо, она должна приспособиться. Ага, почему, почему говорят, что женится на стировах? Ну, не все, ну, не все хотят, а почему говорят? Нет, здесь тоже инстинкт включается у мужчин, вот, сейчас не могу сказать, какой точно, вот, как бы, да, тут они видят тоже в женщине, вы знаете, и вот этим мужчинам не хватает страстей, по сути своей. Вот каких-то вот ярких таких эмоций, то есть вот это для них, знаете, как экстремальный вид спорта, что ли, вот есть, да, кто-то на горных лыжах там катается, хочет экстремальные какие-то вещи, кто-то это. Вот у мужчин тоже так, а может быть, знаете, это тоже, женщины же стервы, что они делают? Они провоцируют все время мужчину на высокоранговость, они просто вызывают такую бурную реакцию, как только он там, извините, там, что-нибудь он ей сделает, то ли стукнет ей там куда-нибудь, то ли еще что-то, вот, у них идиллия. А вот, кстати, хороший вопрос, и что происходит дальше? Как только мужчина свой ранг подтвердил, да, то есть он ей там что-то там, поставил ее на место, неважно как, бывает даже кулаками, а включается у женщины следующий инстинкт, девочки, она, у ней, значит, она оба высокоранговые, люблю, природой заложенного высокорангового, люблю в приоритете, изначально. Как только он, то есть мужчина под каблук, под лазит, то есть он выполняет все, что не делает женщина, у ней выключается инстинкт любви. Это вот такой инстинкт, то есть любовь, она основанная на инстинкте. Есть искренняя, душевная, высокая любовь, да, связанная на других вибрациях. Инстинктивная вот эта химия, да, она включается по вот этим, ну, можно сказать, критериям, да. Если это не высокоранговый, это выключается любовь. Причем, вы знаете как, вот эта информация даже некоторых мужчин спасает. У меня один мой коллега, он когда прочитал про Топопова, он мне был благодарен безумно. Говорит, слушай, у меня было чувство вины, столько лет безумное, страшное, меня съедающее, из-за того, что жена его бросила. Было трое детей, у них было пока все хорошо, они там были в одной стране, ну, то есть они там, не помнишь, какой-то из СНГ и так далее, и так далее, не в России. И пока они там все было нехорошо, она жила с ним. Как только они переехали в Россию, у него работа не пошла, у него стали проблемы, туда-сюда, вообще как-то вот какой-то промежуток времени. Она увидела, что он как-то упал в своем ранге социальном, да, и у ней выключилась любовь, а она ушла от него и нашла себе с большим статусом, с деньгами, со всеми делами. И он всегда думал, что это его вина, что это вот он просто мучился просто безумно, да. Когда он прочитал книгу про Топопова, а там более четко это расписано, это здесь мы вкратце в двух словах, да, он говорит, слушай, говорит, с меня как груз сняли. Это ж по сути у ней просто выключился ко мне этот инстинкт, то есть она любила меня не по-настоящему, да. Ага, да, читаем всех, не идти на обязательно. И так далее, и так далее. Представляете, насколько мощно у женщины работают инстинкты. Как только она подмяла, во-первых, она хочет подмять с одной стороны для того, чтобы управлять самцом. Как только она его подкаблук подминает, любовь к нему выключается, уважение. Представляете, здесь в конфликте два инстинкта. Это про Топопов, трактат о любви. И моя книга, которую я вам чуть позже скину, это уже сжатое содержание его книги и плюс добавление моих психологий. То есть у него чистая этология, а у меня уже это сочетание с психологией, что делать-то с этим. То есть если у него описание общей проблемы и задачи человечества, то у меня уже есть задача, что с этим делать. Итак, понятно, да, как в противоречие вступают два инстинкта, которые, можно сказать, убивают отношения. Итак, помним, что после брачного союза доминирование по главным вопросам в семье должно возвращаться к мужчине. У каждого своя зона ответственности. Но главное всегда должно быть за мужчиной, потому что, если он у вас главный, соответственно, у вас к нему любовь. Ну, можно сказать, она еще подпитывается инстинктивно. Мало того, что еще на каких-то других вибрациях духовных, но еще и на инстинктивных. То есть это нам всем в помощь. Так, ага. И вот еще такой вопрос. Уже нам надо заканчивать, наверное. Чуть-чуть мы немножко отошли, но я думаю, ничего. За кем, то есть кто ответственен за отношения вообще между мужчиной и женщиной? Такой интересный вопрос. Так, Тина, я вот не хочу поднимать, уважаю рассудочных, трезвомыслящих мужчин, главное без агрессии. В смысле, Тина, не поняла поднимать, поднимать что? Из контекста уже уехала. Алла, так женщина, Маша говорит. Алла, может ли вырасти любовь на основе женской жалости? Пожалела, захотела помочь. Алла, я считаю, что можно, может все. А поднимать тем чего? Поднимать под себя? Ну, может быть, я выразилась не так под себя? Не надо, надо поднимать выше себя. Не под себя, под себя это вот как раз подкаблучник, да? А, подминать, прошу прощать. Да-да-да, вот молодцы, молодцы. Практика будет, да. Итак, еще раз, значит, кто оба, оба равны. Так, так, так. У кого еще какие-то есть мнения? Я вам скажу одну такую простую вещь. Мужчина отвечает за внешнюю среду, женщина за внутреннюю, да, за ядро, а она в отношениях мудра, она всегда тянется к... А все время она, да, женщина вообще играет в отношениях. Она, кстати, когда расстается, когда это, ей важно отношения, ей даже где-то не важно сама, сам мужчиной, ей нужно замуж. Иногда приходит клиент, я хочу замуж. Я говорю, а вам важен какой мужчина? Да, конечно, важно. Я говорю, а почему тогда замуж? А, кстати, замуж очень важен у женщины, потому что это тоже один из инстинктов востребованности женщины. То есть она качественная. Так, ну в основном мужчина, ага, Алла, все люди даже в браке абсолютно свободны, самодостаточные личности, супер. А лучше, когда они понимают друг друга. Вот это вот идеально. Идеально, когда понимают, когда уже пришли. Но отношения, это прерогатива, это вотчина женщины. Она, что значит? Это инстинктивно было заложено древности. У меня одна женщина с гневом вчера написала в письме. Хватит пугать нас, женщин. Ответственные мужики, женщины чуть-чуть. Так далее, так далее. Ага, вот Леночка пишет, муж голова, жена шеи. Абсолютно верно. Вот это идеальное соотношение. Но отношения, друзья мои, отношения это другое. Женщины всегда в древних племенах, то есть мужчины что? Они там собирали, ну то есть они охотники, защищались, у них вечи. Они решали, какие вопросы связаны с внешней средой. Как там с этим племенем договориться? Как там, я не знаю, что там сделать? Как там добыть, как защитить и так далее, и так далее. Женщина, все было связано внутри. Как там это у них с бабушками, с дедушками, с детьми? Как все это соединить? Как вот с этим там братцем помириться? Как вот это, это, и так далее, и так далее. И кто мерит, допустим, в семье своих родственников? В основном, среднестатистически, это женщина. Кто, допустим, начинает там, ты поговори с этим, ты сходи, поговори с Амулита, да? Или поговори с мамой, ну давай как-то наладим. Ну чего уж ты там, и так далее, и так далее. Да, Далочка, красавица-то, конечно, женщины инстинктивные психологи, интуиция наша на 70-80% это Луна, это то, что связано с Вселенной, с космосом и так далее. Вот, она более чуткая, она инстинктивная, она более покладистая, она все обходит мягкие углы, если у нее энергия правильно течет, да? А мужчины же, о-о-о, янь, янь, да, это энергия и так далее, это же Марс, это Солнце и так далее, и так далее. Вот, поэтому женщина это более свойственно, это ее вотчина, то есть это ее, да. Да, поэтому, естественно, конечно, женщина, она больше здесь и понимает, мужчины в этом не разбираются, а из них психологи не все, если только профессионалы бывают, да, действительно, и так далее, и так далее. Поэтому, естественно, женщина больше, ну просто, и должна тут брать и осознанно ответственности за это. Конечно, чувствует своего мужчину, особенно если его любят, и так далее. И если она включает свои инские энергии правильно, то есть Луну не на низком уровне инстинктивном, это забота чисто материальная, чтобы все были накормлены, сыты, это в лучшем случае, чтобы убрана, и так далее. Если она включает заботу, правильное внимание, поддержку, психологический комфорт дома, тихо, спокойно, без криков что-то объясняет, договаривается и так далее, и так далее. То есть, естественно, мужчина такой, женщина, она видит в нем Бога, а он мне, соответственно, всегда дает ей внимание и заботу. Это, знаете, такое, да, идеально красивая картинка, это точно. Мы к ней должны стремиться. Девочки, и вот почему, вот смотрите, кто здесь сидит, кто пришел на отношения? Есть ли здесь один хоть мужчина? Девочки пришли, потому что им это интересно, потому что им они хотят налаживать это отношение. И это правильно, это нужно, да, стремимся. Так, молодцы, молодцы, мы, ух, и так далее. И можно работать, мой опыт показывает, я сама работаю. Мужчины не хотят, а мы работаем. Мы работаем, мужчины изменяются, меняется наше окружение, само, потому что изменились мы, потому что мы добавили инских энергий, и все действительно у мужчин как-то вот успокоили, это замечательно. Мы работаем, то есть по отношениям, меняется окружение, это аксиома. Вот, конечно, мастер-классы по бизнесу, Алла пишет, мужчины все там. Это их прерогатива, они должны этим заниматься, дома должно спокойствие, гармония. Мы к этому, мы должны научить себя этому, естественно, давать это, и будет дома идиллия. Ну, вот приблизительно так. Так, вот, мы молодцы, сейчас мы еще идем. Следующая игра «Благодари», как это делать, да, как это делать. Я всегда говорю, когда приходят ко мне на консультации, ну, конечно, в основном приходят уже, когда отношения в пух и прах, такие достаточно не очень хорошие, поэтому иногда кто-то в штыки воспринимает вот эту первую рекомендацию, которую я даю. Я говорю, начните, то есть есть порочный круг, когда, знаете, не помним, кто уже первый начал в конфликте, если мужчина и женщина воюют. А я говорю, самый мудрый должен это прекратить. То есть начать кто-то должен первый, и говорю, если вы хотите, начинайте с вот этих интересных вещей. Телепатию доказали в 21-м году профессор Бехтерев и Дуров на своих собачках. То есть 70, около 70%, 60% с чем-то там были достоверные. Когда собакам внушали телепатические какие-то сложные задачи, они их выполняли. Вот, соответственно, телепатия была доказана, причем это было на расстоянии, не обязательно только близко, было и близко, и далеко. И таким образом, все, что вы думаете о своих мужчинах, все это доходит в их подсознание. Просто знайте, это доказано, это реально работает. Раньше я, кстати, это использовала еще давно, когда не была психологом. Я где-то вычитала, что японские жены разговаривают по фотографиям с своими мужчинами. Ну, что-то им доносят, рассказывают, что им важно, что им интересно. Потому что так как бы не принято претензии какие-то предъявлять, ну, допустим, как вот у нас, у нас менталитет такой горячий. И таким образом, я стала с мужчиной своим договор... Ну, мне просто тоже как-то не могла я с ним договориться, как-то какие-то там горячие, я сразу слезы и так далее. И я стала по фотографии говорить, друзья мои, это работало, это было потрясающе. Так вот, если каждый начнет телепатически налаживать отношения, простым таким способом, неважно с кем, с мужчиной, так как у нас контекст мужчины и отношения мужчины и женщины, то налаживаются отношения сначала на тонком уровне. Потом это переходит буквально в смысле уже на физический уровень. Человек, потому что получает эту информацию, и он смягчается. Это как бы подготовка мягкая. А если потом еще добавлять один раз в три дня, в четыре, хотя бы в неделю, приучать себя говорить о том мужчине, о значимой роли партнера в вашей жизни, например, просто так, когда вы сидите в хорошем отношении, и сказать там, милый, ты знаешь, я тебе так благодарна за все, что ты делаешь. Именно поблагодарить за то, что он делает каждый день по своим, казалось бы, обязанностям. Вот, например, каждой же женщине будет приятно, если она моет посуду, это ее обязанность. Но если муж подойдет и скажет, спасибо, родная, или, допустим, она приготовила ужин вкусный, обед, он подойдет и скажет, спасибо, родная, как было вкусно, благодарность. Приятно? Приятно. Так, девочки, приятно также нашим мужчинам, когда вы благодарите за то, что он что-то там сделал для ваших детей, для вас, для ваших, тем более, там, мамы, там, я не знаю, и так далее, и так далее. И чем больше вы эти благодарности будете озвучивать, ну, можно дозированно, и так далее, то вот это, то есть, если вы никогда это не делали, не занимались, то надо потихоньку, чтобы не испугать, скажут. А то, знаете, как можно, как некоторые говорят, можно испугать и сказать, что-то хочет. Можно и так. Поэтому, знаете, как, ну, можно или дозированно, начать, я говорю, на стонкого уровня, и так далее, и так далее, и так далее. Так, сейчас прочитаю. Так, так, так. Ага, так, у меня пока нет мужчины, и некогда, так, некогда не было, надеюсь, что когда-то будет. Конечно, надеюсь, Аллочка, будет, будет. И на каких вебинарах он находится. Тиночка, это про кого? Кто на вебинарах? Так, Наталья, как увидеть реакцию мужчины по делам или по своим чувствам? Наташ, как увидеть реакцию? Не совсем поняла. Реакцию какую? Угу, уточните. А можно мужчину учить благодарить и нас? Конечно. Легко. Угу. Значит, смотрите как. Во-первых, всегда запомните, любое поведение мужчины и женщины, если только живут, они просто переходят автоматически. Это как зеркало, это как губка, это как дети впитывают, в первую очередь, дети. Поэтому некоторые психологи, например, у нас Козлов говорил, не надо воспитывать детей, если вы не умеете. Вы просто сами себя воспитываете, делаете так, и они просто будут повторить, как обезьянки, то, что вы делаете. И это действительно так. Если родители делают одно, говорят, делай вот так, но сами делают так, то, естественно, никто не слушает дети, что говорят родители, они просто поступают так, как родители. Да? И плохо, и хорошо. Поэтому, если вы начнете благодарить, то через какой-то промежуток времени этот, то есть рядом находящийся человек включается в это. Это просто привычка, друзья мои, поверьте мне, это просто, я на своем опыте. Я так делаю, у меня через какой-то промежуток времени, только я не жду этого специально. У меня муж начинает этими же фразами говорить. Я, боже, как интересно, да, и так далее, и так далее. Это первый вариант. А, после телепатии, а, как понять, а очень просто, Наташа, смотрите, у меня было просто, просто было. Допустим, был какой-то конфликт, то есть с чего я начинала-то? Был какой-то конфликт, я чего-то боялась поговорить, выразить того, что я хочу, как-то, да, объяснить свою ситуацию. То есть я знала, что он там спылит, я заплачу, у меня ничего не получится. Я просто говорила это по фотографии, в спокойном состоянии, чтобы я это смогла рассказать. После этого муж приходил в очень хорошем расположении духа. Вы понимаете, меняется, то есть я ожидала, что он придет какой-то, ну, возбужденный, что-то такое, а он пришел в хорошем положении, то есть это сразу видно, абсолютно увидите. Тина, а если он говорит вашими фразами, значит, вы очень для него значимы. Наверное, да, Тина, я тут больше думаю, что это больше просто, знаешь, как, я фразами мужа уже говорю какими-то и так далее, и так далее. Оно настолько вот уже, знаешь, как пересекается в нашей жизни, что вот уже просто, вот, знаете, знаете, ну, знаете, как это вот, в хорошем смысле хороший вирус переходит друг к другу, хороший вирус нужный, ага, вот, да, да, поэтому просто помните, все общее абсолютно. А понимаете, у нас же, вот мы, кто не знает, что такое эгрегор, вот кто знает эгрегор, что такое, поставьте плюс, кто не знает, минус. Немножко мы задержимся, но если что, вы, да, сейчас мы скоро уже заканчиваем. Конечно, знаем, молодцы, так вот не все знают, что такое эгрегор, Марина, Маша знает, ага. Вот, есть эгрегор семьи, то есть это полевой социум, есть социум, вот, просто семья, члены семьи, муж, жена, дети, родители, а есть, естественно, социум, не все знают, так отлично, а есть социум полевой, то есть мы знаем, что у каждого человека уже есть биополе, оно доказано, да, одно биополе. Так вот, когда люди собираются в определенное сообщество, в социальную группу, конечно, значит, эгрегор всегда бывает там, где есть пара. То есть если человек, у него не эгрегор, это называется биополе, да, аура, торсионное поле, как хотите это назвать. По сути, свои, кстати, торсионные поля тоже доказали, и, в принципе, если есть торсионное поле одного объекта, то, соответственно, если два объекта соединяются, есть торсионное поле или эгрегор, любой группы, начиная от двух человек, естественно, большие бы есть эгрегоры, есть эгрегоры религий, партий, государства, любой какой-то там музыкальная группа, есть временные эгрегоры, там люди в театре сидят, временное биополе, да, и так далее, и так далее. Так вот, когда есть семья, она, естественно, есть эгрегор семьи. И это уже индивидуальная такая субстанция энергетическая, в которой происходит обмен информацией. И он влияет на других людей. Почему я говорю телепатически? То есть вы вкинули информацию в этот эгрегор, то есть конкретно человеку, она вошла в эгрегор и получают все, кстати, все члены семьи эту информацию на тонком энергоинформационном уровне. Если же вы вбрасываете негативную информацию, плохое, что-то думаете о любом члене, естественно, все члены семьи получают эту информацию. Так вот, представьте, если вы думаете при живом уже о другом мужчине, знают об этом все на тонком уровне. Если вы там, не знаю, мечтаете, вот, с мужчиной в одних отношениях мечтаете о другом, это знают все, кто в этом эгрегоре. Причем это выражается потом очень интересно. На, естественно, сознательном уровне это не выходит, ну, допустим, мужчине, если женщина мечтает о другом, но на подсознательном она всегда доходит и выходит, когда мужчина, допустим, напьется из-за какого-то пустяка просто-напросто, то есть вот эту вот информацию он получил, и он просто-напросто, не зная почему, избил женщину. Никогда просто так не бьют женщину. Всегда это есть внутренняя скрытая агрессия в адрес этого человека. То есть нас никогда никто не бежает за зря. То есть это всегда уже ответная реакция, как правило. Как правило. Есть исключения, не буду сейчас об этом говорить. Вот, поэтому, чтобы наладить хорошие отношения, нужно начинать благодарить. То ли свекровь, если у вас плохие отношения, то ли своего мужа, то ли детей, то ли и так далее. Это всем на благо, особенно и Грегору, они получают всю информацию и начинаются уже на тонком уровне налаживания отношений. Потом это спускается уже на, закрепляется, когда вы реально, когда вы реально благодарите человека, хвалите его, когда вы говорите, насколько значима его роль в вашей жизни. Это очень важно. И для детей, кстати, это вообще важно. У детей вообще не закрыта эта потребность. Детей вообще никто не хвалит в этом плане. Что именно значимая роль детей в вашей семье. Понимаете? Вот одно дело, ты молодец сделал то, ты сделал вот это, ты молодец, поел кашку, сделал уроки, пришел вовремя, не намочил ножки, ты молодец. А кто говорит о том, что ребенку, о том, что он играет значимую роль в вашей семье? Давайте, ну-ка мне расскажите, кто говорит об этом? Если кто говорит, поставьте плюсик. А кто даже не задумывался, соответственно, минус. Тина говорит, вот поэтому, говорят, даже мечтать о другом и быть в браке, это уже измена. По сути своей, да, на тонком уровне, да. Это всегда получает партнер, он всегда отвечает. Бессознательно отвечает. Мне дети сами об этом говорят. Вот, Аллочка, а ты-то им об этом говоришь? Ага. То есть это вот, да, некоторые требуют, кстати, да. Меня пока, а, покойная мама никогда мне таких слов не говорила. Это не принято. Да, вот молодцы, кто говорите. Это супер, это очень похвально. Ну и мы идем дальше. Критику плюс-минус-плюс я не буду делать, так что у нас время идет. Но вы на моем сайте обязательно посмотрите, что такое критика плюс-минус-плюс. Тинга, ты мне не говорила никогда. Начните вы со своих детей, это будет здорово. Кстати, не только детей, это надо всем закрывать, это важнейшая потребность третьего уровня. Ага, да, сейчас и практику дадим. И критику посмотрите на моем сайте. Критика плюс-минус-плюс найдете потрясающее упражнение, которое растет крыльям нашим партнерам. Так, сейчас я просто вам покажу, чтобы вы поняли, как детям давать критику правильно. А, или я не даю? А, нет, это я не даю. Так, ну вот. У детей аргументы о своей ценности и в семье интереснее и глубже. У меня не так красиво получается, я у них учусь, умненькие они. Это супер, вот это вот, ты знаешь, у тебя позиция очень правильная. Что надо учиться у своих детей, и кто, кстати, верит в реанкарнацию и карму и прочие такие интересные вещи, то они видят детей немножко в другом ракурсе. Они не видят, что они ниже их по какому-то уровню этой жизни, а они знают, что это может прийти гораздо зрелее душа и с уважением относиться с самого маленького детства к ним, как вот, ну, с глубоким уважением. Угу. Угу. Поэтому старайтесь давать благодарность как можно. Кстати, самых два сильных слова, которые перебивают любую энергетику, любовь и благодарность, вы это помните, да? Самые мощные, самые хорошие слова. Поэтому чем больше благодарности и любви вы будете посылать, и причем когда вот вам плохо, вот я тут буквально одной женщине рассказывала, там с мужем плохие отношения. Она, естественно, обижается и так далее, и так далее. Я говорю, когда он вас обижает, вы понимаете, что это всегда, во-первых, ответная реакция, во-вторых, то есть где-то когда-то что-то там уже послали ему, а во-вторых, если он приходит пьяный, как правило, он подсоединяется к нишам слайма астральных негативных эгрегоров. Это уже говорит не он эгрегор этого астрального низшего плана. То есть надо разделять его личность хорошей и в этот момент обращаться к его, когда он агрессивен, то есть не отвечать агрессии, не спускаться в этот астральный мир, потому что уже подсоединение идет астрального вот этого эгрегора к вам, и из вас тянет всю энергию. То есть это бесполезно с такой махиной тягаться. Ну, представьте, эгрегор алкоголиков, сколько миллионов там людей, и все агрессивные, допустим, ну не все, но какая-то часть, это как раз это, да, то есть это все, смысл какой. То есть мы не обращаем внимания в этот момент на человека, в его на плохую часть, а стараемся, естественно, мысленно на тонком уровне обращаться к лучшей части этой личности и, соответственно, давать, закрывать его ту подребность, которой ему не хватает. А не хватает он требует заботы и любви. То есть это просто выражение его такое неправильное. А попробовать вот дать ему вот это на тонком уровне вот того, что не хватает. Так, с критикой посмотрели, как что это делать? Потрясающее упражнение, которое меняет вообще отношение ко всем. Кому, девчонки, интересен трактат о любви, курс этот полный, то он у меня в записи. Если кому надо, я скину реквизиты, можете его купить. Цена совсем плевая. Книжку я вам сейчас скину. Кстати, туда же входит и книжка. Там пять вебинаров. Но по сути своей мы сегодня прошли даже половину первого вебинара. Там очень важные, интересные вещи. Пятый вебинар о том, как найти отношения. То есть это вот прям вот, вы его точно нигде не найдете. Если еще на сайте у меня там вебинары, там эти есть. А вот этот нет. И вот эти будет в ютубе только частично есть. А вот остальные про отношения, как искать правильное отношение, там точно нет. Кому интересно, пишите. Я могу скинуть реквизиты. Вот, пожалуйста. Это продолжайте работать над собой. Дальше смотрите, какая интересная вещь. Есть еще курс трансформации обид. Кому это интересно. Тоже скину ссылочку. Есть индивидуальная консультация. Кому нужно разобраться конкретно индивидуально. По электронке я работаю. Это с картами. Это тоже очень интересный вид разбора отношений. Буквально там за одну сеанс можно что-то сделать. Ну, буквально решить одну задачу четко. Вот это точно. И в подарок еще электронные карты. И мы идем в упражнение. Давайте сейчас я вам сразу скину, чтобы нам потом не отвлекаться. Книгу. Протопопова трактата о любви найдете сами. Это легко сделать. Она доступна. У него целый сайт. Кстати, потрясающе у него есть статьи и книги. Вот очень вам рекомендую. Потому что реально там просто кладезь у него информации. Это логическая, которая вам поможет. Поэтому обязательно, обязательно. Так, что-то у меня сайт не работает. Сейчас мы посмотрим. Интернет может не работает. Так, сейчас, секундочку. Секундочку. Угу. Сейчас я обновлю страничку. Так, что-то у меня интернет. Сейчас я... Ага. Так, Аллочка. Так, Алла, это что за ссылка? Сейчас посмотрим. Тык-тык-тык. Ага, вот. Трактата любви Аллочка уже нашла. Молодец. Так, Алл, может мой сайт найдешь? Так, сейчас. Протопопов. Да-да-да-да-да. Супер. Сейчас я еще, подождите, тоже найду. Над руками. Сейчас, сейчас, один момент, один момент. Ага, ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. О, нашла. Сейчас надеюсь, что все будет хорошо. Подписывайтесь на новости на сайте. Именно новости. Если на другой, на онлайн-школу, кстати, подпишитесь, вам будут приходить бесплатные уроки раз в неделю. Очень мощные, очень сильные. На, вообще, на все. То есть, на высшие законы, на коммуникацию, на все, что угодно. Здесь, если вы подпишетесь на новости сайта, вам придет моя книга и плюс какая-то медитация. Не помню, уже давно загружала, но тоже хорошая. У меня все замечательно. Так, ага, вот Аллочка говорит, уроки. Супер, да, буквально сейчас полтора месяца у вас меняется осознание, меняется отношение с людьми. Меняется вообще энергетика. У людей начинается, не знает, куда девать энергетику. Вот, например, как Алла тут недавно писала у нас, да, ну, просто счастье зашкаливает. Даже аж иногда люди пугаются. Откуда такое счастье? Много счастья. То есть, внутреннее мышление меняется, девочки. Меняется отношение к жизни, к миру. Вообще, все меняется. То есть, мышление меняется. Легкие, простые упражнения, плюс хорошая вибрационная составляющая. Так, да, вот, прет, не знаем, куда девать. А бесплатные уроки ТИН, это вы там рядом, вот, ссылку скинула, заходите на страничку. На самом правом верхнем углу. Подписаться на новости, получите книгу. Ниже подписаться в бесплатную, бесплатная школа объявляет набор, сейчас я посмотрю. Ну, по ссылке пройдите, да. Подпишитесь на новости сайта, вы бесплатно получите электронную книгу, кто больше, инопланетянин, мужчина или женщина, плюс расслабляющий аутотренинг. Ниже, бесплатная онлайн-школа. Психология, каждый дом набирает участников на обучение. Она в записи, она прошла. То есть, начальную школу я сейчас не преподаю, потому что я сейчас высший. У меня курсы, вот, девочки обучаются эзотерической медицины. Астропсихология – потрясающая вещь. Это мы себя познаем, прям, буквально, досконально. И, значит, НЛП, эриксоновский гипноз. Да, 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 вот то, что вы запишетесь, все бесплатно. У меня основная масса всего материала, все идет бесплатно. Только те, кто хочет профессионально расти, ну, как бы, и в онлайн-режиме, причем цены совершенно действительно демократичны. У нас еще и будет по метафорическим картам курсы, будет очень интересно. Будет эриксоновский гипноз, обучение, то есть, выхождение в тонкие миры и прошлые жизни. То есть, людей тоже буду обучать, но это в основном своих, кто у меня прошел уже основные курсы. А так вот на остальные… У меня, кстати, эзотерическая медицина, кто прошел, девочки за полтора месяца вылечились без таблеток, без всего, представляете? Псориаз с детства и остальные вещи. Просто выход выше вибрационные слои делает очищение человека полностью. Все говорят, как работать с кармой. Вот так и работаем. В принципе, то, что вы идете в бесплатную школу, этого тоже будет достаточно для начала, для базы. Этого тоже. То есть, у людей замечательные результаты буквально через два месяца, если вы реально работаете. Ага. Тиночка, я уже давно заглядывала к вам в школу, но пока вопрос с деньгами не решен. Ну, как говорится, все идем. Знаете, как, Тин, Вселенная, если вам действительно интересно, если вам действительно давно хочется, Вселенная, пошлите запрос. Это всегда так. Если это ваше, вам обязательно придут деньги. У меня было так же с учебой. Я начала учиться после 40 лет, представляете? Психолога и вообще на все эти вещи. Поэтому у меня не было денег, у меня было просто огромное желание. Я Вселенной просто сделала запрос. Она мне через два... Причем, знаете, как я записалась на обучение, у меня не было денег. Я думаю, а бог с ним. Я отказаться всегда смогу. Появятся деньги у меня там? Появятся. Там за два месяца я записалась. Через два дня, как я записалась, не пришли деньги. И это потрясающе. У нас таких случаев, кстати, очень много на курсе. У нас девочки... Причем дается копейка в копейку. Понимаете? Так интересно. Это вот прям четко прослеживаешь след Вселенной, эти знаки. Это вот смешно. У меня даже там где-то написано это. То есть, вот как человек описывал, как у него вот такая сумма получалась. Так, Маша. По инстинктам тень не стремится доминировать, не требовать и так далее. Когда чувствую инстинкт, сдерживать его. Хороший вопрос, Маш. Да, женщина не должна доминировать в отношениях. Она должна поддерживать мужчину. Она растить должна в нем лидера. У него включается тогда высокоранговый. То есть, по сути, как смотрите, здесь женщина не мудрая, на инстинктах живущая. Она начинает давить на мужчину, она что хочет. Она хочет, чтобы он был высокоранговый. То есть, она сначала видит в нем какого-то там хорошего, выходит замуж, видит, что фигня попалась. Ну, ей так кажется. Она начинает его давить, что она подталкивает его к высокоранговости. А по сути, она его унижает, доминирует и так далее. А ему нужно внушение хорошее подталкивать. То есть, говорить потом, какой он молодец. То есть, это работать надо с внушениями и так далее, и так далее, с разными вещами. Это как раз в моей школе вы найдете бесплатно. Это все есть. Все есть. Или на курсах, берете курс, всего стоит 1300, он в записи и спокойно прорабатывается. Так, Полина Тина спрашивает, расскажите в двух словах про мужскую ревность. О, болезненное восприятие этого момента у меня. Тиночка, у меня вот, если вам это интересно, есть лишние деньги, купите курс трактата любви. Он у меня, сейчас я проречу, сколько он у меня. Там у меня отдельный вебинар на эту тему. Это мой опыт написан. У меня четвертый вебинар про ревность мужчину. Вкратце скажу так. Я прошла через это. Мой муж, когда в молодости делал тест, ему, значит, вылилось максимальное количество баллов. Из всех возможных. Там 100 было, у него 100 и было по ревности. И там была приписана такая фраза. А Телло по сравнению с вами щенок. Это было очень смешно. Он этим очень долго гордился. И так далее, и так далее. Но это действительно было весело. Это было весело. С ним. Так вот, девочки, понимаете, как я там как раз объясняю всю систему, откуда это берется ревность. По сути, это недолюбленность. Ну, во-первых, это идет из прошлой жизни. Если это вот прям, прям с самого маленького, скажем, с возраста такого, знаете, там, да, у человека. То есть, это когда не выученное в этой жизни. Ну, допустим, три раза его предавали женщина, он обозлился, стал встить. И так далее, и так далее. А если же, значит, у него получается, как бы это вот видно, что не в этой жизни у него заикарилось, а в прошлой, как правило, это жестокое обращение в детстве с таким ребенком. Это не всегда, но очень часто. Есть озлобленность на женщин, причем это может, опять же, повторяться необязательно в этой жизни. То есть, это несколько жизней у него было там, это обозлилось, то есть, обозлились на женщин и начинают мстить вообще неважно кем, это даже может быть не к женщине самой относится к этой, а это может быть, допустим, мать отношений и так далее, и так далее. Некоторые психологи говорят, надо прорабатывать отношения с матерью, если действительно там были такие какие-то вещи. Ну, их сразу можно понять. Но это, знаете как, что можно в этом ситуации сделать? Это я по своему опыту. Просто-напросто, там несколько пунктов очень важных, нужно быть с ними очень откровенными, то есть, рассказывать, где ты, что ты делаешь, внушать то, что он самый лучший, потому что там низкая самооценка, там просто низкая самооценка. То есть, там нужно повышать низкую самооценку, надо повышать высокоранговость, то есть, подталкивать его правильным путем к высокоранговости, чтобы он действительно чувствовал себя там, львом, королем, тигром и так далее. Больше комплиментов, правильных, мужских, неженских, это разные вещи. В курсе тоже там написано. Больше внимания, больше заботы правильной, какую ему надо и так далее, и так далее. Там очень много вот этих пунктов, там не закрыты потребности в заботе правильной. И так далее, и так далее. И самое главное, не скрывать. У меня, кстати, статьи есть на сайте, найдите ревность, я уж не помню где, у меня в этологическом, или монахе, что ли, там есть, по-моему, да. Вот, про ревность у меня целая статья есть. Вот, там приблизительно, ну, не вся она, конечно, там мало что, конечно, ну, есть, поищите, поройтесь, найдете. Вот, там прям конкретные вещи, рекомендации есть. Ревность, она еще, знаете, там связана с инстинктами. Мужчина, то есть, женщина ревнует из-за того, что она боится потерять материальную подушку безопасности. И вот она ревнует, не дай бог, она уйдет. И, кстати, некоторые женщины закрывают глаза на ревность, если мужчина ходит налево, но при этом обеспечает полностью семью. Очень часто. Если, а вот мужчина совсем другой, это посягательство на его собственность. И он не потерпит соперников ни в каком виде, особенно если ревнивцы. То есть, это разные, кстати, основы природной ревности у мужчины. Но в любом случае нужно повышать самооценку ревнителя. То есть, вот стараться женщине, я так это, мы вылечились с мужем. И, вы знаете как, во-первых, очень свободолюбивые тех, кого ревнуют. Они, знаете, вот, они непокладистые, у них внутренние такие протесты, очень жесткие люди. Тех, кого ревнуют. Это я говорю по себе. На самом деле это в отношениях. Я не говорю про других. Это может быть в отношениях. Вот, и так далее, и так далее. Алла, да, это ужасно, когда со своим мужчиной стыдно показаться на людях. Да, у нас было весело тоже в молодости. Да, 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 это было что-то. И так далее, и так далее. Поэтому здесь работать комплекс надо. Здесь не говорится, что что-то одно. Вот, я справилась с этой задачей. Я еще хотела, думаю, написать очень, ну, книгу по ревности. У меня прям такие хорошие есть, ну, как сказать, сюжеты. И как из этого выбралось, то вот это, в принципе, ну, сейчас времени нет, не знаю, что напишу или нет. Ну, хотя бы статьи, вот, и вебинар на эту тему прям очень у меня, у меня очень хороший. Там прям и основаны на тонкоэнергоинформационной составляющей, да, и так далее, и так далее. Вот, и поэтому с этим надо работать комплексно. Эта проблема не такая прям, знаете, как вот, что что-то можно вот одно такое взять, и она легко исправится. Здесь нужно серьезно к этому подходить. Анжела пишет. Приня, можно ссылку на консультацию? Оплата смогу завтра утром, пожалуйста. Да, да, я знаете, как сейчас, давайте я вам скину реквизиты сюда. А скинули я там реквизиты вам сюда. Что-то у меня интернет здесь не работает. Сейчас, Анжела, знаете, давайте сделаем как? Давайте сделаем вот так. Сейчас, одну секунду. Я сейчас реквизиты скину, кому интересно, да? Кстати, кому интересно посмотреть, вот, кстати, я знаете, как я с мужем-то разобралась еще? Тут очень сейчас еще прям буквально вам пару слов скажу, но это очень важно. Когда я узнала, когда я сходила в прошлую жизнь свою, я узнала, кстати, вот, есть же еще кармические долги перед нашей семьей. И если так сильно давят в этой жизни, вроде как не за что, а давят, особенно когда ревнители, да? Это мои реквизиты, друзья мои, ага. И вот сейчас я с... Вот, чтобы вам цена, чтобы вы знали, ага. Вот, и когда я увидела, чего я натворил в прошлой жизни, ну, начнем с того. Я много это рассказываю, но я сейчас повторюсь еще, я сейчас в технику. Мой муж был моей женой в прошлой жизни. У нас было двое детей, я был революционер в России. Из-за меня расстреляли всю мою семью. Практически я участвовала, ну, не сам, не своими руками, но практически мои соратники, единомышленники расстреляли всю мою семью. И у меня, вот, естественно, из-за меня образовался... Ну, я был достаточно жестким мужчином, который не обращал внимания на семью и женщины, и все такое. И у меня... Ну, посудите, насколько это тяжелый проступок. Я это все увидела, поняла. И когда я еще составила натальную карту по астрологии, у меня там лилит показывала на Луну, и там четко было мне прописано, что большой кармический долг из прошлой жизни. В этой жизни мне будут пинать, шпинать, по-всякому там прессинговать и так далее, и так далее. Причем явных таких не будет, ну, как серьезных каких-то тем по этому поводу, да. Вот как бы ни с чего. Но я при этом, значит, должна все это выдержать, не убежать от кармического урока. То есть, по сути, у меня этот кармический брак был... Я не имела права просто уходить из него. Хотела, хотела убежать и так далее, и так далее. Но, слава богу, я осталась, мы проработали это дело. И когда я... у меня все эти пазлы сошлись, я уже тогда... И еще там много-много таких интересных вещей, когда мой муж, он являлся для меня таким якорем. То есть, по сути, я выбрала тело женщины для того, чтобы выполнить свою кармическую задачу. Если бы я была опять в теле мужчины, я бы ее не выполнила. То есть, я бы послала всех нафиг, опять, как обычно. Служила идее какой-нибудь интересной, вот, там, каким-то авторитетом и так далее, и так далее. А муж, так как меня... То есть, он меня все время в этой жизни удерживает от каких-то интересных таких ненужных поступков. Я все время думала, что меня сдерживают, мою свободу душат. То есть, я вот хочу что-то там это, а меня все время душат и держат. У меня всю жизнь, говорит, я тебя всю жизнь держу. То есть, это была его вечная фраза. И оказывается, когда я сходила в прошлую жизнь, да, и мне там показали, что я с мужем договорилась специально, заранее, что я одна не смогу, и он мне помощник в этой жизни, что он меня будет держать для того, чтобы я выполнил свою кармическую задачу, что приоритет у меня должен быть, в первую очередь, на семье, а потом все остальное, всякие служения какие-то, эмиссии и все прочее. Я настолько, вот отношение поменялось к мужу, я вот, можно сказать, основательно полюбила его на 20 каком-то году жизни, призналась ему в этом, сказала, что я от тебя никогда не уйду больше, потому что для ревнивцев это очень важно, что они думают, что все время кто-то есть и куда-то уходит, жена. Я ему сказала, что мне карма дороже, я никуда не уйду, вот на этом все успокоилось. Вообще, как бабки сходили, отрезалась само, то есть настолько я это четко проговорила, сказала, и он успокоился, и совершенно другой человек. Друзья мои, я поменялась, да, вот почему я говорила много-много вот таких слоев, то есть это может быть в прошлом, это может быть в прошлом, представляете, насколько это глубоко сидит. И когда этого не знаешь, вот это поверхностное прорабатывание, оно может дать какой-то, конечно, результат, но не такой классный. И вот у нас с мужем сейчас гармония, причем, знаете, давно я, лет мы семь прожили, ходила к экстрасенсу, и по отношениям, и мне экстрасенс говорит будущее, говорит, вы знаете, я вижу у вашего мужа потрясающую гармонию, а у нас тогда были очень плохие отношения. Я говорю, какая гармония, о чем вы говорите вообще, как это может представить? Друзья мои, 25 лет всего прошло, у нас совершенная гармония. Я люблю мужа потрясающе, как я и любила его в самом начале, где-то в середине и так далее. У нас прекрасные отношения, прошли мы, вообще, это что-то было, и танцы с саблями, и все хорошо, поэтому вот такие глубинные причины, если раскопать, то это и дорогого стоит. Так, Тина, ваш Грегор это услышал и передал ему, слава Богу. Да, 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 как говорят, распелись. И распелись, главное, притерлись, да, друзья, смотрите, ведь каждый, смотрите, тут очень важно смотреть вот с духовного уровня отношения. Сейчас еще раз проговорю, и мы идем в технику. Что это значит? То есть каждый, вот мы думаем, мы приходим, мы тут за тем, чтобы получать себе какие-то, Тиночка, как мне приятно слышать такие слова. Спасибо, душа моя, спасибо, спасибо, девочки, спасибо, классные вы, спасибо. За то, что приходите, за то, что работаете над собой, над отношениями, это дорогого стоит. Все мы развиваемся, поддерживаем нашу планету этим, и я искренне, вот верю, я же энергетику-то получаю, да, а представляете, какой у нас сейчас игр-игр классный, представляете, какая мощная энергетика. Это вот, кстати, тоже хорошо, вот таких мы собираемся, это чистая энергия, сейчас мы на очень высоких вибрациях. Так, Аллочка пишет, то есть, когда женщину, так сказать, приструнили, все в семье наладилось. Это была кармическая задача моя, Алла, я должна быть покладистой, женщина-женщина, у меня же мужчина во мне, янский, такой, так много, так сильно, так он протестовал, а мужчина с мужчиной, естественно, знаете, мне понравилась, очень интересная, фраза одного, значит, молодого человека, из дома 2, или откуда-то оттуда, там он побил какую-то девушку, и он сказал, да-да-да, Анжела, Яндекс.Кошелек, это Яндекс.Деньги, да, и если что непонятно, как спросите, я могу подсказать, как скинуть, если не умеете. Так вот, он сказал, я когда бью женщину, я не бью женщину, я бью мужчину в женщине, представляете, мне так это понравилось, это действительно похоже на правду, это действительно похоже на то, да, то есть он, вот этого соперника, женщина должна быть, знаете, с одной стороны покладистой, ну, ведь разные вещи люди туда вкладывают, но самое главное, что вот должно быть инской много энергии, та забота лунная, которая правильная, не которая вот это лишь бы накормили, там, секс, там, пусть даже, там, и так далее, а это должна быть правильная забота, обволакивание, это понимание, это полное принятие, какой он есть и так далее. Алла, не женщину, значит, приструнили, а мужчину, мужской характер, в женщине приструнили. Да, да, и так же, и так же может быть вполне возможно, я так понимаю на своем примере. Когда я перестала бунтовать, внутри, внутри, да, я возмущала сама эту бурю вокруг, вы понимаете, когда перестала это, вот это вот баламутить все, оно все успокоилось, то есть, любое, на любое действие есть противодействие, вот и все, перестанем бунтовать, все, все нормально. Так, Аллочка, другая, а такой вопрос, если пока нет мужчин, как понять, какой Грегор влияет на незнакомого, чтобы с кем-то познакомиться? Вопрос сложный, а как понять? Да нефига, Грегора вообще трудно понять, Грегоры к ним долго надо присматриваться, смотреть, понимаете как? Это отдельная тема, это отдельная тема, если вдруг нам захочется, может быть я сделаю вебинар в нашей школе про Грегора, это действительно тема очень неизбитая, очень интересная, не наверное, ну просто это не в тему, это достаточно глубокий вопрос. Аллочка еще вот прочитаю, и мы идем. Если пока нет мужчины, надо понять, чем это выгодно, а выгодно ли, и либо радоваться тому, что есть, либо менять свое мировоззрение. Соглашусь, Алла, вот это вот хорошее, тоже такое интересное ответ, и можно вполне им воспользоваться. Да, 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 давайте захочемся. Да, точно, ага. А чтобы расписать себе мужчину? Вот, кстати, еще все-таки отвечу, да, последнее все. Девочки, все рекомендуют расписывать мужчину. А у меня от обратного. И вы знаете, не знаю, мне ближе вот такое, но не всем, то есть кому ложиться, берите, кому не ложиться, берите у кого-то другого. Я не рекомендую расписывать мужчину. Понимаете, нам кармически, удосуженные, уже свыше, наши мужчины. Если это суждено, он придет к вам, выберет, простите меня, как только говорят некоторые, в кавычках, козла, и будете отрабатывать с ним свою карму. Да, и смысл вот этого расписывания своего мужчину, это вы знаете, женщина хочет по своим инстинктам противоречивые качества. Не бывает в одном мужчине качество низковрангого и высокорангого, а женщина хочет именно этого. И когда они составляют списки, я смотрю, и я понимаю, что женщины не понимают, чего они пишут, потому что они не знают этологии. Они хотят, чтобы он был лидером, чтобы он был активный, чтобы он был там, ну-ху-ху, то есть качество высокорангого, и в то же время не прописывают, чтобы он хотел, был добрый, заботливый, понимающий, я не знаю, то есть все качества низкорангого или среднерангого. То есть много там качеств, которые присущи, именно альтруист. Вот, например, высокорангый – это всегда эгоист, он никогда не будет альтруистом, он всегда смотрит с позиции своих интересов. Именно низкоранговый и ближе к среднеранговый – это альтруисты, они всегда работают на кого-то, им ничего не надо, они все отдадут и так далее. Но женщина не включится инстинкт, если она инстинктивная, высокопримативная, потому что он низкоранговый. Ой, добренькие, хорошенькие, бегут от таких, хотят, чтобы в морду сунули. И вот хорошее. Это я про инстинкт, про женщин высокопримативных, которые живут на этих вибрациях. И так далее. Почему они уходят там от мужчин, которые бьют? А потому что они видят в них высокоранговых. Он ударил, на следующий день он там скажет, извини, там еще так далее. Но в ее глазах он высокоранговый, поэтому не выходит. Это одна из причин, не всегда и не у всех, но одна из причин. На эту тему можно говорить бесконечно. Так, Анжиночка, так, Мария, не агрессивного какого-то сегодня, так, 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 сейчас, не агрессивного какого-то сегодня хотел, не бывает высокорангового без агрессии. Ага, высокоранговые, как правило, они бывают, но это бывает, знаете, как высокоранговые, низкопримативные. Есть такая категория, их очень мало, очень мало. Есть действительно высокоранговые, которые в верхах, ну, представьте, вот там просто по-другому не выживешь. А негри, если вот, ну, представьте, вот высокоранговые, это всегда лидеры, это всегда верхушка. Ну, да, их всего 10%. Кто там выживет? Только тот, кто идет по головам. Тот, который действительно агрессивен, в чем там, в бизнесе, по головам пройдет, вообще даже не поморщится, сожрет одного, другого и так далее, и так далее. А есть высокоранговые, низкопримативные, которые ниже, вот по инстинктам, они не там, они не в бизнесе, они немножко в другой структуре, но у них нет этих эмоций ярких, и для женщины они бывают невкусными. Они считают, что они низкопримативные. Это очень сложная система, читайте трактат о любви, про Топопова, там вот разберетесь. Анжела, я правильно поняла, что в трактате о любви есть ответы на вопросы, где можно встретить своего мужчину? Анжела, точно для вас нет. А, вы имеете ввиду трактат о любви про Топопову или тренинг мой? У нас вот в тренинге есть последний вебинар, как найти своего мужчину, то есть что с этим делать, то есть там конкретные действия, что мы делаем, и там мы не прописываем конкретную, то есть я считаю, что нужно наоборот поле действенности широко оставлять, потому что если вы четкую программу для себя прописываете, иногда забывается, но все прописать невозможно, есть буквализм вселенной подсознания, когда вам дается то, что вы хотели, но потом оказывается вы чего-то не дописали, и там такое вылазит, что думаешь, боже, лучше бы я этого не загадывала, поэтому с этим очень аккуратно надо работать, люди даже не представляют, насколько это работает. Тина, вот я и я верю тоже в судьбу, свой найдет и придет дорогуша, абсолютно, абсолютно, найдет, если нужно, да, практику и спать, точно. Так, сейчас я, ну мы молодцы сегодня, мы молодцы, техника маленькая, такая простенькая, очень приятная. Использовать ее можно очень легко, со всеми, часто. Если меня будет плохо слышно, то скажите. Значит, девочки, смотрите, как интересно. Задаем себе внутренний вопрос. Да, да, замучили. Нужно ли, нужно ли проходить эту технику, практику? Если не нужно, не делаем. Если нужно внутренний ответ, да, то проходит. Очень хорошо, замечательно. Это упражнение настрой. Оно нужно для того, чтобы вы внутренним светом притягивали людей, подобной энергии. Это законы природы. Ее можно выполнять утром, перед тем, как выходить из дома, когда вы уже собрались, оделись, ну и стоите на пороге. А можно просто дома перед сном или утром. Без разницы. Если есть сомнений, ну, больше делайте то, куда сомнений это. Можете просто посмотреть на технику. То есть не делая, как бы намерения просто посмотреть. Итак, давайте вообразим, вот тренируемся. Сядьте, удобней, а то мы уже сидим давно. Расслабьтесь. Можно закрыть глаза. И представьте, что вы стоите дома перед дверью. Перед своей дверью, которая идет на улицу. Возьмитесь за ручку двери. Направьте сознание свое в область солнечного сплетения. И представьте, что там у вас находится маленький фонарик с кнопочкой. А может быть не кнопочкой, может какой-нибудь другим каким-то, тумблер или еще что-то. Вы нажимаете на эту кнопочку и фонарик начинает светиться ярким теплым светом. И этот свет начинает излучать интересные энергии. Это любовь. Это поддержка. Это поддержка себе и другим. Это энергия благодарности за опыт данной людьми, за разный опыт и за положительный. И как бы кажется, не очень, но и все для нашего блага, все для нашей души. У Вселенной нет плохих намерений. Все, что нам дается, это для нашего роста, укрепления, нашей мудрости. И включается и другая энергия радости, внутренняя гармония, где-то даже уюта и тепла. И этот внутренний свет всегда с вами. Вы покидаете уютный мир вашего дома, выходите в большой мир, такой же уютный, как ваш внутренний мир, полный не только радости и удачи, но и где-то скорби, воли, страдания. Да, все это есть в нашем мире, но во всем этом большой и есть огромный смысл. И ваш фонарик дан вам не просто так. Ваш фонарик энергии, он дан для того, чтобы вы освещали, согревали каждого, кто нуждается в тепле, свете, заботе, радости, внимания, нежности, благодарности. И каждого, кто попал в риол лучей вашего фонарика, вы обогреваете этим добром, поддержкой, симпатией, дарите любовь, ведь ее у вас так много. Прочувствуйте эту картинку всем в своем теле. Как вы излучаете свою любовь на долгие километры вокруг себя, если вам это хочется. Некоторые могут задаться вопросом, откуда столько энергии? Друзья мои, я вам открою сейчас маленький секрет. За такое намерение отдавать, Вселенная всегда дает в два раза, бывает и в три, бывает и в пять раз больше. Потому что это законы космоса, это законы выше многомерных уровней. Чем больше ты даешь, тем больше тебе дается того, что ты хочешь. это относится к материальным вещам, даже и деньгам, даже энергиям, и даже самым-самым высшим намерениям. и если где-то сомневаетесь, попробуйте проверить. Когда выйдете из дома с включенным фонариком, вспомните о нем. В течение дня ходите в этом состоянии. Можно иногда выключать, можно опять включать. Можно время от времени поддерживать ваш фонарик в нужном режиме, как вы посчитаете нужным, для того, чтобы в мире стало немного теплее, светлее, и добрее. И чем больше таких фонариков будет ходить по нашей земле, представляете, как будет всем тепло, радостно, хорошо. И главное, тогда, именно тогда на земле настанет у нас действительно гармония, потому что мы закроем друг другу самую главную потребность в любви, в заботе и поддержке. Вот так просто на нашей земле наладить отношения между землянами. И этот свет будет притягивать, кстати, к вам хороших людей, позитивные ситуации, удачу, радость, добро и много-много хороших еще вещей и на тонком уровне, и на материальном. Тем самым способствует совершенствовать отношению. и сейчас вы можете этот фонарик немножечко приглушить. Вы знаете, как это же делать. Вы можете легко регулировать его сам и возвращаться здесь и сейчас. Прочувствовать, как тело уже поменяло какую-то интересную направленность, структуру, как клеточки ваши восстанавливаются от такой позитивной энергии, потому что в этот момент вы получали от Вселенной дополнительную энергию за то, что вы дали в мир и можете поделиться, вернувшись назад бодрым, веселым, радостным, что у кого получилось и чувствовать себя хорошо. Хорошо. Упражнений нет, оно не записано. Если только в повторе я запись вышлю, оно у меня так как-то сочинило и оно у меня потихонечку идет. Аллочка, почему ты не фонарик солнышка? Алла, здесь, если солнышко, то пусть будет солнышко, какая нам разница. У всех, кстати, индивидуально. Если надо солнышко, пусть будет солнышко. Образы для каждого человека, они индивидуальны. Каждый раз, когда работаешь в техниках, у всех по-разному, у всех, у меня чувство покоя. Чесались руки. Это хорошо. Кстати, в руках энергия пошла. Это хорошо. Тина, очень душевная медитация, только все время думала, что а почему не из сердца, а из солнечного сплетения. Ну, там рядышком. Я думаю, что солнечное сплетение, это больше там чакра сердечная находится. Это разум, логика включалась. В принципе, без разницы. Тина, тут надо, смотрите, кто работает уже давно в техниках, они на такие мелочи не обращают внимания. по сути своей, да без разницы, откуда вы это излучать будете. Вы можете, хотите так, ну, просто я написала так, можно из сердца. В принципе, фонарик сердца действительно, а я перепишу, может быть, это действительно стоит того. Да, прямо сейчас я напишу, что можно или из солнечного сплетения, или из сердца. Спасибо за подсказку, может быть, действительно это правильно. Так, нога правая оперированная, двигалась голова, чесалась, тоже хорошо, распределение энергии, здорово. Алла, не перед сном такое делать нельзя, хочется куда-то идти и что-то делать, а тут спать пора. Ну, ничего, ничего, да, лучше это выходить, ага, тиночка. Мне кажется, что из сердца это будет как-то раз в 10, может быть, Тина, вот не зря ты сказала, прошу прощения, на ты вот так, да, съезжая. Вот, ну, здесь мы такие уже родные, поэтому я думаю, что я написала, это хорошее, это подсказка тоже от Вселенной, кстати. Да, у меня такой же вопрос, почему солнечное сплетение? Ага, ага, у Марина голова заболела, перебор энергии может быть, Маш, ага, да, бывает и такое, то есть поступление энергии, в принципе, да, можно немножко, как бы, знаете, как сейчас или поспать, оно все пройдет, здесь, не бывает такой, перегруз такой бывает, а можно просто представить, что эта энергия прям уходит лишнее в землю, представить потом сейчас, да, или ляг, или сталь, что лишняя энергия уходит в землю, именно столько, сколько нужно уходит вниз. Тепло от упражнения Анжелы, пульсация в теле была, хорошо, тепло, это всегда хорошо, все нормально, мы близки где-то по возрасту, мировоззрение, ну, это очень хорошо, и у Аллочки зевут, ну, спать нам все порой, я тоже бегу, муж пришел, надо кормить, да, а то я говорю, тут всем распинать, что у меня главный приоритет в семье, а сама уже тут давно, так, все, друзья, давайте, самого главного ценного, что вы запомнили сегодня, да, ценного, напишите, прямо буквально два слова, и разбегаемся, все-все-все отдыхать, что у нас, какой день, ага, спокойной ночи, Аллочка, давай беги, ага, так, что самого ценного вы узнали, и мы все убегаем, все-все отдыхать, все отдыхать, спасибо вам за то, что вы так активно работали, сегодня действительно классный вебинар получился, ага, усмирять инстинкты, которые мешают, вот, Машечка, правильно, да, мы их знаем, в лицо, да, когда они знают, ага, знаем, что это за друзья, да, включаем, включаем луну, женские инстинкты, такие хорошие, ведь у нас, знаете, как, у нас инстинкты, мы вообще инстинктивные животные, в том плане, что мы автоматическая машина, и у нас есть много хороших инстинктов, ненужные, лишние убираем, включаем, самые лучшие, самое ценное уважать, хвалить мужиков и слушать, да, 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 поднимать, растить их, Эмкрыли до Воскарангова, молодцы, вообще информация об инстинктах, особенно об их противоречивости, между собой супер цены, абсолютно, да, так оно и есть, очень супер, душевно, много инфы, и образовали наши душевные греймеры, ваша медитация, как бы все это подытожила, да, здорово, да, мы молодцы, ну, девчонки, все, я вас благодарю от всей души, вы супер работали, ну, я думаю, что мы все друг другу, вот, сегодня обучали, вы мне тоже дали, на самом деле, много нужной информации, ценной, которой я подкорректировала, какие-то тоже свои знания, и мы на этой дружественной ноте прощаемся, посылаем друг другу любовь, благодарность, это еще усилит наши, да, 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 до новых встреч, наши Грегора, пусть он даже был временный, но на тонком уровне, мы все еще все остаемся, все, счастливо, до новых встреч, рада была всех вас тут видеть, с вами участвовать, читаем, читаем книжки, ждем записи, новых встреч, все, счастливо, всех обнимаем, пока, пока, пока.